Доску убирать надо Доску убирать А так то он поедет Доску убирать Ты мне с Игнатью ничего не стою У меня не было фотографов А видеокамин заряжался У меня же она пустая была А вот ты стоишь Только ты один рейс заехать Так мешает вот это вот горько Сейчас Оторвем Оторвем Потому что машины не было Маленько сейчас отойди Сейчас выйдем Унеси ломик Ну это элементарно Отъехай маленечко Чуть-чуть Давай Так ломик Принеси помочь ломик Подожди пока не надо Пришел Ой скорее скорее Давай Ротники пришел Ну Да второй Он останет богатся Ой скорее Сейчас полезу посмотрю Как они там Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули Хозяин вернулся Я уже снял Ну давайте скорее Ой какие у него хорошие перочки Мои головы Это лопает больше всех А Ой да как они дорожат Да вот как они Да вот как они Дорожат Дорожат Всё берутся Ну Ну Давай Буля-гули-гули-гули... О Kapital Давай, давай... Ой-ой-ой, Гуля. Гуля, давай скорее. Гуля, Гуля, Гуля... Гуля, сейчас подожди, он подойдёт. Ну, давай скорее. Гуля, Гуля, Гуля... Гуля, Гуля... Кепку не надо поднять? Разогнал, другим? Это всё лопает и лопает больше всех. А? Да он больше всех лопает и лопает у меня. Да какой у меня гуля хороший, да хороший гуля Вот он где, вот он какой Да какой хороший гуля Вот он какой Я сейчас десенька слайку наверх посмотрю Мы издали книги, которых никогда не было 2000 лет, это не просто книги Они не одинаковые, они единственные Подарок Путину, Медведеву сделали эти книги Патриарху Более 100 библиотек получили подарок Всех книг, 38 книг А 38 это не что-то, каждая книга 752 провинции Вы знаете, сколько цветных фотографий Все Вот камень Ну все Заходим на Алтайский край Покажи какие Какое море Большое Надпись плохо видно Поближе, а то надпись плохо видно Вот это вот Что он попал Не просто так Попадала наша машина С какой-то стороны Или мы А таких книгов И хоть сколько Можем сделать Иди сюда Вот отсюда Сниял Тайский край Крутичинский Смотри А ты во это время щелкни Отведи вокруг Покажи А вон туда-то между ветками-то посмотрите Ой-ой-ой-ой И свалку Покажи Эту Везде Вся страна Свалка огромная Смотри Друзья Тебя Тебя Уход Тебя Отсюда Тебя Уход Есть мое Смотри Добротолюбие, Иоанн Корштадт, Игнатия Греченина, Библия, Архипелаголог, это я все насчитал, аудио. Ну, были книги, там, Новый Завет Толкования, Боженная Архипелагка. Они в подарок пост на Путину, Медведеву, Кириллу, Патриарху. То есть материалы серьезнейшие. И мы хотели этим поделиться богатством, которое мы имеем. Мы не берем, мы отдаем. Вот только в библиотеку... Братья всегда хотим. Ну, он говорит, как званы, они были достойны. Так в Библии написано. Да, обходи. Много званых, а мало избранных. Знаете, как сказать? Вера, ну, это вот, как бы... Нет, вера должна поддержаться делами. Город, говорит, не может укрыться на вершине горы. Христос сказал. Если ты верующий, тебя отовсюду увидят. Ты верующий. У тебя все дела, твое дыхание другое будет. Тебя жажда другая. Не то, что подцепить и утащить. Блажение не сдавать, нежели брать. Представьте, мы тысячи километров едем, чтобы людям дать это сокровище, которое дал нам Бог, которое нигде больше в мире нету. Притом, совершенно даром. Даже воду эту из колонки взяли только. И мы сейчас уже уезжаем. Ну, никого нет. Так, ребята, поехали. Ничего не будет. Ну, ко времени не подошли. Вам пригласительного не давали даже? Нет, нет. Мы сейчас помогим вам. Там может молодежь выйдет по интернету. Сюда подойдут. Так, дай-то пригласить. В строту больших молоденьких занимаются. Вот он. Это наш сайт. Вот. Там материалы моря. Только молодежи дайте и все будет известно. Это мы детям. У нас интернета нет. Мы живем очень в глубинке, в далеком тайге. Ну, понятно, там нельзя. Дети найдут. Скажи, дети, это для спасения души о Христе, как Христос умер за нами. Мы с нуля строим православную деревню. Вам настолько будет интересно это. Все там фотографии. А где строите? Алтайский край. Мамонтовский район. Мамонтовский? У нас вообще мама. Алтайский край, Мамонтовский район, село Мамонтово. Я на районе детского лагеря 40 лет. Там все фотографии. Фильмы о нас сняты. Не просто фильмы. У нас мама там родилась, но вот уже царский небесный. Светлый фильм занял первое место в России, а второе первое место в международном киноконкурсе. Это, ну не на дороге валяется, больше не где этого нет. Конечно, конечно. И мы приехали людям дать. Посмотрите, можно жить по-другому, только со Христом. Без Христа мы потеряли Родину, потеряли Россию. Так, уходим. Всего хорошего. И вам всего доброго. Дай Бог здоровья вам всем. С Богом. Дай Бог здоровья, с Богом и вам добрый час. Спасибо. Попадели. Ладно. Потрогаться. За святых потрогаться. Спасибо Христа. Бабонька моя, бабонька. Заряжайтесь энергетикой. Святой. Вот. Сима приказатель. А то мощи пошла. Она смотрит. Святого приказатель. Живые мощи. Живые мощи. Так. Ну что, давайте зайдем туда. Я быстренько с вами прощу. По сторонам. Нам загружать надо. У нас очень сжатый график. В трапезную? В трапезную. Все заходим в трапезную. Пойдем-ка. У нас тут. У нас здесь не стоит. У нас здесь не стоит. Отставим здесь все. Приятно прикоснуться. Приятно прикоснуться. Приятного аппетита. 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 А город большой. И окружного пути как будто бы нету. Столько времени отнимают. И на сколько мы приблизимся к Томску. Завтра мы должны быть в Томской главной библиотеке. На Сибирске главная областная библиотека имеет книги. Техническая. Это тоже областная. И областная и юношеская. И дальше мы с севера этот выгрызли весь уже. Заскочили. Там... Просто наколываем и дальше не по Ордынку не пошли. Там очень далеко, это надо будет, мы отсюда начнем с камня наобить. Но через неделю, когда Витя придет, Андрей говорит, я отойду на неделю, а потом через неделю, Витя может быть на неделю поправится, и мы вот так вот выйдем. То в Томску, то здесь. Сегодня мы там не загрузили, а зачем? Потому что мы туда увезли, обратно везли. Мы нагружаемся идти через Барнаул. Мы один раз не сообразили, там загрузились, едем через Барнаул. Такой тот, а туда везли, а теперь, ну разложили по ящикам только что. И сегодня я озвучил первый раз по Теряевски, ну и вам скажу, планы на будущее. Планы меняются, потому что мы практически Алтайский край закончили в чистую на 100%. Мы работаем так, как никто не работал до нас, потому что ни у кого нет того материала. Не потому что мы хорошие работники, а просто мы богаты. А раз я богатый, значит я налево, направо, говорится, не разбираю. И там остаются люди, и им даем пригласительные для людей, оставали священникам целые ящики Евангелия Новых Заветов. Они своим родом. Это то, что мы делали сами, теперь делают люди. У нас помощников очень много. И Новосибирскую область, как только вошли, решительно другая обстановка. Никто там не травит, принимает по метрополитическому чину. Заходят, свечи в храмы зажигают. Там облачается священник, как в одном месте был, отец Иоанн. Смотрите, я вас по епископскому чину на колокольню, трезвон. Ну совершенно другая обстановка. И у людей, и у всех они не протравленные. Там епископ еще не знает, и работает просто, конечно, как человеку это приятно. Но опасности гонения, они, во-первых, закаляют, а во-вторых, делают дело более крепким. Так что после епископа придет более склонный, и здесь хотят поставить какого-то более... То, в общем-то, мы уже ничего не имеем, потому что мы привыкли. У нас фронт, мы сражаемся все время. У нас все время накачка тут идет. Ну вот так. Планы, значит, такие. Если мы все выбираем здесь, заканчиваем Санкт-Сибирскую областью через две недели, в каждый район, это 50 с лишним может быть. У нас опыт просто... Я все время говорил, опыта нет, опыта нет, помните? Теперь я сказать не могу. Опыт есть такой, какого ни у кого нет. Мы решительно везде все включаем новое и новое, чтобы... Вот едем через дырку, большая река. Команда, все, отстегнуться. В случае чего падает, когда пое, автобус, там вот, падают ноги. Никто не может и собаку отстегнуть. Проехали, пристегнуться. Все, то есть, это включено, и на каждой большой реке мы одинаково всегда это делаем. Спрятать машину, отъехать, где, как входить, какие первые слова говорить, на какие книги обратите внимание. У нас уже все отрихтовано. Уже водить там ничего не можем, только попортить, если кто желает что-то. Но относительно реальности, то есть местности, тут уже пересмотр. С Кемерово мы закончить можем уже в следующем году, в самом начале. А Томск можем нынче просто поглотить. Там не так много, и раза два выйдем, и мы закончим. По районам. Там встречаются иногда большие села, прям большие. Въезжаем с селом, видно огромное село, спрашиваем, сколько населения. А в одном месте заехали в город, а какой город? Спросили мне, сто тысяч, в два раза больше Павловска. Ясное дело, что библиотека наша теперь знакомится. Оставляем, убедить, собираем всех работников, я выступаю перед ними. Не считая, где кто-то в дороге. Было такое, что священники желают собрать, были такое, что упрекали даже, почему не сообщили. Я бы народ собрал, то есть это та мечта, та моя стихия, в которой я прожил 50 лет. Бог открыл это мне уже в конце жизни, заново, заново я переживаю свою юность, первые дни. Вы бы знали, как я рад. Я в своей среде. Они-то там воркуют впереди, сидят что-то там по транспорту, я о другом думаю. Как только выехали, из какого села, только последние дома проехали, ребята, молитва. И 7 минут молитвы. Едем и молимся, все полное молчание, шапки долой и начинаем молиться. Они там поют о Царю Небесной, дальше 100 поклонов. Ну а я один там про себя, у меня щеточки еще подарили. Все как надо идет. И вот я говорю, мы выбрали все. Но впереди у нас, если Россия в осенью не развалится, еще она будет Россией, вот такой цельной, где можем мы переезжать из области в область, как сейчас через Казахстан не проезжаешь. А тогда же раньше в Советском Союзе, хоть куда езжай, она одна страна была. То план нынче такой, то, что я озвучил в Потеряевке, дал знать. Но это только всего лишь разговор, план пока, ну знаете, как разговор-то об этом. Там был разговор, и вдруг все, и машина куплена, и материалы, вдруг достали Евангелие, там достали через Геону Новых Заветов. Евангелие в Иркутске получили, речь идет о тысячах. У нас все меряется тысячами. И деньги, и, ну, за машину не собрали, мы ездим, ездим. И шиферов как-то Бог дает. То дальше будет так. Выйду я через священников. Если Господь благословит, ему это угодно будет, и живы будем. В центр России, вот, допустим, Санкт-Петербург, Одесса. От Москвы до Румынии, и посередке какой-то центр. Мы как бы Потеряевку хотим туда и перевезти, в то место поставить. Чтобы был город, где нас знают, где ждут, и где-то на окраине, чтобы долго не мотаться, а сразу. И начнем туда слать контейнера по пяти тонн, примерно 10 тонн. Сразу засылаем литературу. И туда выезжаем. И оттуда начинаем как из Потеряевки, как из Барнаула, по Лучевой, до Петербурга. И захватить до самой румынской границы и до низу. Та же самая работа. Это очень серьезно. Но только будет целая Россия. Остальные препятствия меньше. Значит, контейнер один пяти тонник заказал, до второй, да соберем, деньги отправим. Заранее точное количество. Кроме того, когда мы едем и собираем на 20 по 38 книг, полный комплект у меня, 38. И мы знаем вес 31 килограмм. И берем с тобой Новый Завет, второе издание, дополнительный для подарков. И берем, для Слова Божия нет узкости, но православие и две симфонии. Все вот это вот, то, что не по пачкам, а которое в пачках, это на два ящика. Первый ящик, второй. Первый до 11-го тома и что-то открытым локумом. И далее до конца. И с этим мы заявляемся везде. А это познакомились с церковью. Допустим, церковь небольшая. В библиотеке может нет. Тогда я священнику это дарю. Бывает так, другой священник получит, да вот вам на бензин хоть что-то дать. Это бесплатно. Это все бесплатно. Ну вот мы были в Новосибирске, и нашей Вале сын там, Роман, он построился там. Как-то через лес едешь. Ну как дачный еще поселок. Ну уже по-настоящему строится. И он решил, в тот раз не знал, что приедете вы. А вот это все знают. Ну скажите, день. Мы сказали в пятницу в 6 вечера. Договорились. Если будет 10 человек, то дадите знать, и я заверну. А заворачивай-то далеко. Я все время приближаюсь в пятницу ближе к Барнаулу. Ну, дал слово. И получилось так. А Сергей говорит, ну а если будет 9? Вспомнил Авраама, говорит. А если, говорите, 15 нет праведников, неужели по-друге? Ну ради 9 приеду все равно. И что получилось? А не старобрядцы. И пригласил 15, которые уже знают, там врагов, и лютых, этих не приглашали. 15. Из них пришел только один. Теперь он приглашает неверующих, которых знает, с кем работает. Ну неверующих, то есть совершенно там директор магазина там один. Какой уж там магазин, не знаю. И 10 человек тоже пришел один. А потом еще несколько человек пришло, и получилось ровно 9. И первый, кто приехал в Новосибирь, с батюшкой, моей сестрой Бавля. Да еще и сын Никита раньше приехал. Прошла беседа так, что если бы было 100 человек, могло быть не так. Этот человек-директор. Он выходил, когда уже все вышло, он подошел ко мне и говорит. А я пришел-то что? Подискутировать, поспорить. Но ничего не получилось. Пока до дела-то дошло, у него все вопросы разрешились, у него ничего нет. В университете как было? Приходит с вопросами, не задавал, вышел все вопросы. Это Бог опять повторил это. А из старобрядцев пришел Владимир, он бывший летчик. Сестра сказала, потерпела аварию, что-то у него так это. Ну, повреждения. Ну, его там эти свои старобрядцы давили, выраждовали. А теперь он побыл маленько, да еще с опозданием, далеко. И все его враги-то теперь моя сестра показывает, перед ним, говорит, вот такие будут. Он говорит, мне этого достаточно, что я увидал и услышал. За глаза они все широкие, а никого нигде нет. Еще раз убедились баптисты, которые там такие хваленые. Навстречу нигде ни разу не пригласили, хотя мы приехали в город, в их село, сообщили, походотайствовали. Решительно отказались, как в осенниках. Вот она знает. Ее сестра родная баптистская, даже адрес приситера не дали. А они к нам, когда приехали, там из Кабунов, где Игорь, я им ее в трехтомник подарил, и для слова Божия, там на тысячи подарил литературу. Уже они знали, кто едет, и они удивлены были, вместе молились. Но встретиться лично, это совсем другое. Вот Бог как это делает. В одном месте, библиотека имени Карла Маркса. То ли название библиотеки влияет, первого библиотекаря увидел буйноодержимого. Никогда такого не было. Она как вышла, как-то глаза у меня вот так вот, вот, и она как увидала меня, и сразу. Не подходите, только не подходите ко мне, только не подходите, вот так машет. Я что говорю, начну говорить, я объясняю, только не говорите ничего, не говорите. Ее трясет буквально. Но я вижу, у нее мощная аллергия на меня. Тогда заходить надо куда. Я говорю, Сережа, ты иди, а я посижу здесь. Естественно, что мы там ничего не оставили, это смерть. И да, они еще и не приняли, там начали еще что-то говорить. Вот, один раз встретились. Ну, Сергей тут промазал, не сфотографировал, я бы показал, как. Теперь на этом образе можно, говорится, представлять, какие другие есть. Самая неприятная обстановка бывает, когда придешь, директора нет. Директора нет и неизвестных дун есть. А за директором отдел комплектации называется. Это везде одинаково. Ну, там много работников, я начинаю объяснять, книги разложили. И вдруг директор является. Ей позвонили, такое дело необычное дарит. Но она приехала, видит, эти люди-то все за меня, книги здесь. А она выглядит теперь позади их. И она сразу решительна, я как директор, все это убрать. Я ничего не принимаю. Ей надо прежнюю свою власть показать на теми, которые вдруг на этот момент, полчаса, оказались выше ее. Выше это явно, и она это поняла. Притом, директора, которые друг друга не знают, все одинаково ведут, которые опаздывают, все до одного. Это примерно человек, может быть, 25. Встречались в селах где. Это, если ее нет, она уехала, вопрос один, она приедет, книги осмотрела, уложила. А здесь вот так. И поэтому нам нужен директор. Или чтобы его совсем не было. Теперь, когда она начала против, теперь моя задача сделать ее другом. А она никаких ничего не слышит. Медленно, медленно начинаем разворачивать. Наконец, она сама подходит, начинает книги смотреть. И все это сурово, все. Вы-то что, Милюзгар? Вот я-то потом, ну ладно, давайте бумагу подписать, что ее это, бумагу. Дальше, а улыбается, дальше выходит, фотографируется, провожает, везде одинаково. И в другой раз подойдут, ой, какая у вас мощная энергетика, какой-то свет, он такой накручивает они все. Да какой свет, мы все в грязи, в пыли. Нет, вы не говорите. Я только подошла, можно я хоть голову вам на плечо положу, там или нет. А к нему там скажет, рядом встану. Люди измученные в грехе, познайте Господа, Господь близок. Нам Бог это дал. Дал это Бог без хитрости. И мы отдаем без лукавства. И когда расскажем, в какой книге где-то что-то есть, ну ясное дело, что они буквально плывут. Вот, последнее было в Масляне, на такую дорогу едем. Не доехали, заночевали в лесу, там, после дождя. Да где съезд надо, чтобы травяное было, не так круто, и недалеко, чтобы не застрять. А то надо все иметь в виду, и прям рядом. Ну и завернули, и все так получилось. Нашли такое место. И думаю, такую даль едем. Едем, 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 и там дорога такая, что-то будет. А там прием такой, чтобы еще 200 километров проехали. Второго священника голубятника встретил. Три голубятника. Да не можем, мать его, сидит, коз дует. С козами. И первым делом ему приехать по Теряевку надо. И вот они, которые второго встретили, а один голубятник из Тобольска, сейчас звонил, где-то у него родственники в Горно-Алтайске, потеряевку хочет приехать. Конечно, они настоящие голубятники, я-то какой. Я голуболюбитель. А я говорю, а когда вы голубей полюбили, в 5 лет? Я говорю, я почему-то в 5 лет сходится. Ну еще что-то коснулось. Вот от того, давайте ко мне в храм, да я оденусь, да свечи зажигают везде. Да я говорю, да не надо нам ехать, а нет, другой светильный, да третий, да везде сфотографируется. Они эти, которые голубей держат, они какие-то, так как я говорю, малахольные или как сказать, детство впавшее и не вышедшее из него. Вот у него улыбка с лица не сходит, он не знает с какой стороны встать. И одинаково все при том. Вот что-то то ли птица голуби доделает, или уже голубям именно такие люди прислоняются в детстве застрявшие. Ну приятно, очень приятно знать с ним, его звать Виктор. И наш Виктор, стали фотографироваться, два Виктора, и он рост там одинаковый. А я уже сразу, а вот так, комплекция. Сколько вес у Виктора там, ну 70 там, 8 килограмм или 76 килограмм, а у этого 105. Я говорю, и сколько на тебе лишнего-то? И как начало, да я уже вроде пытаюсь, да, потом сам поешь, да, пятница сегодня, какие сливки-то вы, да и правда, пятница, он не знает, чем угостить. И в стол закрытый, давайте по порядку, с чего начать? Я говорю, первым, что это у вас там, кофе убрать и никогда в дом не запускать? Что конфеты все выкинуть и близко, чтобы не подходить? Я бы начал с толку, ой, у нас в столе там бублики остались. И все, ты заснял. Ты заснял, наверное, срежать-то? Когда за столом-то было? Ну, тут я уже просто в таком юморном виде. Вот, если Господь нас благословит, мы должны быть в Томске. Пробраться, конечно, сразу в центральную библиотеку, в две, юношеская или городская, и сразу север пройти. Поэтому мы сегодня сейчас сразу начинаем работать. Кто хочет, сидите где-то рядом, чтобы не мешались. На том конце можно будет сидеть. Помощникам не нужно. Вот, главный у нас это Миша Михаил Петрович и сестры Галя, Нина, Татьяна. Кажется, больше никого тогда и не было, да? Да, трое только, а не нет. Запасной у нас. Запасной вы сказали сегодня еще. Ну, ладно, это ничего. Я буду говорить, что мы как-то распаковываем. Делать абсолютно, как я говорю. В одном месте в прошлый раз. Отступили? Ну, чуть-чуть. Все, за работу остановилось. И что в машину погрузили, выгружайте все назад. Три тома оказались лежать неизвестно из какого потери. Я съел трех, и друг другу в руки, и каждый говорит, что в руках книги, и проверяет. Друг с другом не сообщаемся, два конца. Ну, все выверено уже. Нет, что-то они начали, видно, уже. Есть такое выражение в мире, что нехорошее. Колбасить. Это не годится здесь. Здесь должен быть порядок, стройность. Ну, это вот и есть симфония. Чтобы было. И мы должны вложиться в это, как можно быстрее рассложить. Потом мы пообедаем, позавтракаем. Вопросы? Там-то вы завтракали? А? Вы там завтракали, потеряете? Да, завтракали. Даже в другой раз, думаю, то ли ели, то ли нет сегодня. Когда бегли спать, а ночью гроза. Ну, что? А Сережа мигнул там что-то телефоном. Они совершенно неприготовленные. Я сказал, как темняются нигде не искорки. Нас видно за километр. Нам не нужен кто-то нас видел. Люди-то останавливаются в милиции. Нам, наоборот, как можно дальше. Это нас сохранило вот с 17-го будет два месяца. Он что-то телефон, он любит играть с телефоном. Я уже, закрываясь в машине, вижу там, мне пришлось открывать. А сапоги-то, тут понише ступеньки, на ступеньке они закрыты. А когда я открыл, я не видел, что сапоги-то выпали. А Сережа, ну что ты делаешь? Ну, далеко же, видать, это прямо около трассы. Мы заблудились и не могли вылезти. Крутили-крутили, ребята. И, видите, в первую же ткнулись, рядом березняк, открыто все. Ну, я скорее печку начинаю делать. Моя задача затопить, поставить, налить чайник и чистить картошку. Все, а насыпает крупу, он и соль тоже, а он только делает. У нас выверено, я сразу и бегу, туалет копать, а закопать он будет. Понимаешь? И вот она нам помогает, четко, стройно, быстро все делать. А шофер занимается своим, отдыхает, там, по машинам. Он нам, поскольку, поскольку. Главное у него вот это вот работа. Ну, вот, утром-то забарабанил, дождь, гроза. А я и не знаю, что мои сапоги там заливает на улице. Ну, забывается, не могу ничего найти. Ну, пришлось вверху открыть. Открыл, а мои сапоги стоят. Собирает. Я сразу с Сережей Телеконским. Из-за вас и мои сапоги пострадали. Ну, что тут, какой тут, не растопить ничего. В машину и пошел. Далеко уезжать. И в одном месте там можно было остановиться, хотя бы холодной водой запустить. Ну, они не тормознули. Впереди еще 4 километра до села. А через 40 метров начинаются дома. Все, будете ждать вечер теперь у меня. Будете делать так, как я вам говорю. А они не понимают этого. Ну, не до вечера там, подольше. Когда выехали, нашли место. Тогда уж расположились, дождя нет, но на холодное. Вода есть. Мы иногда кипяченым заливаем бутылки. Дорогой пить. Дорогой, вот эта жара, обвезвожение организма идет. И у меня настолько сильно, меня судороги замучили. Я едва не кричу. Начиная от пальцев до ног, выше. Все в судороги. Я стараюсь ночью попить тогда еще, и тогда прекращается. А вот эти дни-то было прохладно, мне ничего не видно. Видите, еще вот это, даже не знаешь. Сидишь как в духовке, ну, железный кузов. А когда на дороге, которая щебенка, открыть нельзя. Даже едешь как в тумане, прям, недалеко только видать, пылища такая. Открыть нельзя, собака задыхается. А мы гоним, и гоним, и гоним. А это горы, и все одна щебенка, и мелкая, мелкая, фракционная такая, она с одной пыли буквально. И какая она пыль-то такая, как и звездка, кажется, разъедает все. Ну, и ничего больше, открыть нельзя. И вот мы сидим, я наверху, открывать. Как-то я маленько сел, открывай. Он с той стороны открывает, я с этой. Закрывай, там машина идет. Открывай, закрывай. Тот наворачивает, я здесь, а видите, одной рукой уже не открывает. Вот это то, чего мы не знали, что это может быть. Остальное так более-менее мы предвидели. Состояние людей мы знаем все время, все время с людьми работаем. Господь нас благословил. Первая поездка без Николая Крущина не совершилась бы. Первая, вторая. Это специалист. Для нас это высший класс. Где он проезжал в притирку буквально. Машина в Москве, это там невозможно. Наши вообще бы не тронулись. И он назад, что вперед, никак. Не может он по-другому. Как будто у него все слито, а он и машина одно и то же. А уже тут полегче-то, когда беда чуть не погубила нас. Сергей-то за рулем, оказывается, заснул. И на кроме, говорится, пропасти мы остановились. Вот он стоит. Вызвали. Ну, пропасть, а там глубокий кювет. Это не в горах было. Из Алимска, 55-й километр. Вызвали Игоря. Благословен Господь. Он согласился, приехал. И дальше уже поехали. Сколько мы проехали. И его отпустили домой. Он побольше трех дней был. Кузбасс. Захватили юг Кузбасса. Удачно. А дальше уже, видите, только что закончил. Видите. Ну, а сейчас брат Андрей. Видите, у нас в шоферах. Сначала пятеро мы, ну, лимит. Мало. Нету. И поэтому уговариваем кого-то. Сейчас надо, я Николай по Львову ни разу не ездил. А Андрюша этот, головач. Мы не знаем. Я вот вижу некоторые. Я не могу. Как не могу? Даже здесь Севастьян. Прекрасный человек. Безотказный, хороший. Не может. Но жену повезти к родственникам во Фрунзе. Ничего не стоит на неделю, на полторы. Она бы на неделю хотя бы хватила, нет? То есть, вот это ограничение самого себя в деятельности ослабляет душу. И дело этого в дальнейшем вообще не пригодно ни к чему. Для меня никогда, никогда повторять этого не было. Вот 50 лет, 27 сентября будет, как я обратился к Богу. Никогда надо. Я вам говорю, когда мы там застряли, а машину купить не на что, а купил я ее полностью, всю. Батюшка мне первый раз в городе встретил, а я из банка выходил. Он выдал мне, что такое. И застряли, и машину нам испортили, умышленно испортили. Сервис загнали и бросили. А там жулики разобрали, денег им не заплатили, они там счеты натворяли, все эти счеты соприлитые. И я уже варианты разрабатывал. Один из вариантов, машину загнать, продать, бросить, купить новый и снова начинаем. Для меня препятствий никогда не было. Я их не считаю, Бог испытывает, Он знает. А где деньги брать? А я вопрос вообще такой не ставлю. Мой Бог богат, Он найдет. В Германии, в Америке, в России, везде есть люди, любящие Бога. И они каким-то образом могут узнать обо мне. То есть это фантастика, конечно. Ну, нашли мастера, мастер все выправил. Я ему там карман, деньги дал, две тысячи. А из той деревни были дети. Интересно, детей привез туда Миша. Сам Миша такой спокойный. И несколько раз подходил, вот эта ваша жесткость ваша, вот так все быстро, как мне нравится, нравится. Подойдет опять, она что-то как будто не понимает. И привел ребятишек, и ребятишки такие. Нет, ну, замечания нет, у лагеря как будто все время были. До того хорошие ребятишки только приехали домой и говорят, нам в лагерь охота. Он сообщил оттуда. Вот если Господь благословит, лагерь продлится дальше, уже планы такие. И придется, Володя будет не воспитатель, а старший. Вы, главное, помощники, и должны там все подменить. Мы уедем из центра России. Шофер будет Витя. Сережа, как всегда, с собакой. Ну, а я пока что нужен. Тут Володя сегодня высказал. Ну, а я как, я теперь вообще, нет, конечно, я не... Ну, как бы недоволен, ну, что сделаешь? Я говорю, это возможно, ему говорю. На место Сережи, что Сережу отставить, но с собакой, чтобы была с нами. Ну, а зачем мне это нужно, когда он хозяин, он тренирует, она не теряет свои качества. Ну, пока в этом надобности нет. Но просто вариант, один из вариантов такой. Видим, что без шофера нельзя. Ну, и пока я нужен. Книги, это что за книги, кто? А когда говорят, это автор книг, мгновенно, в течение одной секунды настроение меняется. Автор книг, этих. Ну, тут ясно, что. И выезжаешь, ну, можно хоть автограф. Я говорю, это Евангелие, я не могу на Евангелие ставить автограф какие-то. Ну, как же так-то там. Ну, еще тогда одну книгу какую-то, на той книге тогда я... Ну, распишусь здесь, я скажу. Без креста нет жизни, и любая опасность делается радостью в нем. Ну, такое, что я сам испытываю, я не придумываю ничего. Именно на сегодняшний день вот это то, что меня держит, несет, я это и напишу. Подписался Игнатий, кто? Ну, патриарх. И что бы вы делали, если бы были патриархами? Патриарх и есть. Для нас был патриарх. Имя свое я бы, говорю, оставил. Это вообще Игнатий Ростовский учедотворец, а там вообще Игнатий Богоносцев. Смеются. Вот какие телеграммы, что это сейчас, смс. Патриарх Кирилл Гуньяев, фамилия его. Какой Анина есть, он патриарх. И если бы он приехал сюда, спрашивая, что бы сделал, принял по чину его, по патриаршему. Поклонился, поцеловал, сел бы, накормили, дальше побеседовали. Я бы рассказал о бедах, которых он не знает и не подозревает. И что ему придется отвечать на суде Божьем за погубленное. И вдруг смс сегодня меня сбрасывает, но только телефон есть. Но я обратно это не даю. Гуньяй, патриарх, верит в Путина. Лучше бы он, сука, верил в Бога. Точно. Лучше бы он, сука, верил в Бога. Игна его знает. Знает, значит. Что я могу сказать? Не отвечает ничего. Во-первых, это никуда не годится. Не злословь в народе. Но остальное меня не касается. Да и за Путина, мне это никто не скажет. Потому что выгодные, и я патриарши ответы разбираю. Моя задача, а о Путине многие спрашивают. А что бы вы, как бы вы, да как относитесь к его переизбранию? По главе Тимофея 2.5. Молитесь за старей начальствующих. И вот тут мое давление может достигнуть предела. Или уберет его Бог, или уразумит, или обратит. У Голова много вариантов. У меня только один. Молитесь. Я не могу ни киллеров нанимать, ни, ну как этих судей, или Тихонова на Аману Тулея покушения. Чемпион мира по стрельбе, нанятый убитель. Ничего мне не надо этого. Я знаю все в Боге. Если Путин будет преступник, самый последний, то я таким же, мне это не поможет. Если он будет святой, а я преступник, тоже не поможет. Но если я буду жить свято, хотя сто их человек будет, мне это не повредит. Но у меня программа очень-очень простая. Отсложно перейти к простому. Вопросы. Так, начинаем. Встаньте, перейдите на другую сторону. Я вам благодарен, кто остался, кого я увидел. Остаются те, кто хочет. Уже в газете появилась заметка. Сейчас вам дам эту газету. Про нас, что ли? Про вас. Кто? К Тогуле. И что там, ругаются? Ольга Свечникова там была, там, корреспондент. Вы с ней разговаривали? Ольга Свечникова. Потому что она пишет, что после разговора у нее длительные были размышления. И поэтому она написала эту статью. Еще она там пишет. А вот сейчас прочитаю. Интересно такая. Благодарю. Давайте. Благодарю, Игорь. Так, а сфотографии. Вот, Татьяна. Ну, посчитай. Давай. Интересный человек. Книги в подарок. Игнатий Тихонович Лапкин. Знаменитый современный православный миссионер. Основатель села Община Потеряевки. У нас на алтаре. На этой неделе побывал в Тогуле. Встреча с интересным человеком всегда в радость. Общение с ним помогает внутреннему развитию. Собеседник уже ушел, а ты еще долго размышляешь и вспоминаешь услышанное. Вот и встреча с этим человеком заставила задуматься о многом. Игнатий Тихонович Лапкин родился 10 июня 1939 года. Верил, что есть Бог, загробная участь, рай и ад с младенчества. Занимался исследованием Слова Божия почти 40 лет. Игнатий Тихонович дважды сидел в тюрьме за то, что в советское время проповедовал. И даже в тюрьме он продолжал свое дело. Многих привел ко Христу и там. Каждый день, каждая минута дороги для него, как последние в жизни. Встает в 4.30 утра. Молится и за работу. И так каждый день. Издал 38 книг. В Тогул Игнатий Тихонович приехал по делу. Подарить свои книги библиотеке. Сумма довольно приличная. Но только одно условие у автора. Не препятствовать чтению его книг пользователям библиотеки. Точно такие же книги получили городские и сельские библиотеки Края, Кемеровская и других областей. Оценить по достоинству произведение автора можно библиотеки имени Н.Н. Чабаевского. Ольга Воропаева, фото автора. Пожалуйста. Это ж сколько экземпляров. Нету ли девчонки? Это Надежда, Надежда. Надежда поехала и как раз получили эту газетку. И она привезла, да? Надя Дмуха. Сельские огни, Тогульская районная газета. Так, а сколько экземпляров? Сейчас посмотрим. Назово фотографии. Это раз на перо. Да, да, да. А у меня тут нет такой фотографии. Ну вот видите, это уже реклама настоящая. Вот здесь должно быть. Вот в этом месте. Пока не вижу. Ну небольшой, конечно, тираж сельский, но тысячи три может. Тысяча восемьсот. Тысяча восемьсот. Ну тысяча восемьсот это... Тысяча восемьсот это не два. Так, все. Держите. Благодарю. Все, пошли погулять. Ой, моя хорошая кошка. Ну ты куда пошла, а? Вот такие маленькие, хорошие кошки. Ой, покинала шары, чтобы повисли. Ой, выскочил как. Ой, как он выскочил. Да как он любит перейти. Вот он шарик пойдет погулять. Сейчас они тут сами на дороге тут. Ну, пошли. А что, сейчас так боишься? Это кошки не право. Ну пошли. Вон туда обойдем. Пошли туда. Пойдем. Пойдем гулять. О, а что такое? Ты же гулять любишь. Пошли гулять. Давай. Вот он гулять пойдет у меня. Гулять пошли. Пошли. Ну, пойдем. А что гулять не хочешь? А что гулять не хочешь? А-а-а-а. Ну так же ты любил гулять. И кошка вот она. Что такое? Ну-ка пошли. Ты куда? Уходи отсюда. Уходи, 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 уходи. Уходи, дай нам дорожку пройти. Пошли, пошли. Ох она какая кошка. Пошли. Зацепил эту ножку. Ну, ногу-то цепил. Вот. Пойдем погуляем. Уйди отсюда, не лезь. Мы тебя не трогаем. Не трогаем, нет. Мы с котенком поиграть хотим. Ну-ка. Вот он котенышек. Познакомимся. Тут еще такое. Подожди. Подожди, я сейчас котенышек возьму. Ну-ка, показать, какой котеночек. Так, подожди. Ну, посмотри, какой. Познакомься. Нельзя. Нельзя. Он хороший котя. Смотри, какой. Посмотри, какой. Веди, ну-ка. Посмотри, какой. Ну, он какой хороший. Ой, хороший какой. Ну-ка, подожди, подожди, подожди. Сейчас, подожди. Он пошел, познакомимся. Сейчас, подожди. О, познакомься. А вот он новенький у нас. Нельзя. Вон какой. Ой. Ой, хороший какой. Видите, какой. Ой, какой хорошенький. Он какой замечательный. Ой-ой-ой. Смотри. Ой. Ты что, рыжая? Да он его разве возьмет? Подожди. Подожди маленький. Пускай они познакомятся. Смотри, какая красота. Шарик. Шарик, посмотри, какой. Ну-ка. Шарик. Да гляди, гляди, какой. Хорошенький. Ну-ка. Ну. Ты же за ним гонялся. Хотел посмотреть. Ну, посмотри, какой. Какой. Ну. Что такое? Что? Ой-ой-ой. Шарик, ну познакомься. 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 Не бойся. Я не дам тебе в обиду. Давай. Гляди, какой. Гляди, какой. Вон какой хороший. Понюхай его. О. На. Пошли гулять. Ой-ой-ой. Она преследует нас. О. Иди домой. Иди, 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 иди. Вон твой котенок. Видишь, какая. Ну, зачем обижаешь? Пошли гулять-то. А мне жить такую страсть, как будто резанули его. Шарик. Подожди. Подожди. У тебя тут шерсть все-то лишняя. Надо убрать ее. Ты же гулять начал, а? Подобрали тебя беспризорного. А ты смотри, какой вырос хороший. О. Ну, что? Что такое? Он отвернулся, даже не смотрит на тебя. Вон котенок-то, где ушел куда? Его нету здесь. Не надо трогать. Он пошел, смотри. Шарик ты шарик. Вон куда пошел. Все. Пойдем домой. Уходи, уходи. Нам домой пройти надо. Домой. Пойдем, пошел, пошел. Ну-ка. Ну-ка, нельзя. Нельзя, види. Отвернись. Отвернись. Пойдем домой. Шарик, побежали с вами. Пошли с вами. С вами домой, 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 домой. Побежали. Ой, какая она. Вот она какая. Опа. Что за тебя? Хорошо. Рыу. Все. Это его граница. Нельзя трогать. Хотели познакомиться у тебя? Смотри-ка, сколько кошек-то где-то. Вот белая. Белая, иди ко мне сюда. Иди, красавица моя. Иди. Иди скорее. А? Ну, что там стоишь? О-о-о-о, какая идет. О-о-о-о, какая идет. Замечательная кошка, а. Опа. Вот она моя кошка какая. У нее хвост-то как у лисы. Ай. Махровый. Но. Она мамка их обоих. Только пораньше эту принесла. Вот она. Она туда залазить не посуда. В другом месте. А потом пытается кричать. Я сегодня перекрыл, потому что чужие коты, они туда залазят. Вот этого зажочат маленькую. И тогда достать нельзя. А так они на глазах. Понимаешь, он хватает ее за ноги. За ноги еще делают. Кусает как. Понимаешь? Иди, хватает. Ну, еще, еще. Давай, давай. О-о-о. Да замечательная кошка. Машка моя. Да не мышатницы какие, а. Ой, малышатница. Ну. Рыжая эта. Что там? Ну, иди сюда. Иди. Она не может под дровами мышей найти. Она чувствует, что они там ходят. А как взять, не знает. Опа. Вот он какой. Это тоже маленькая растет. Но. Да замечательная кошка. Рыжая. Иди сюда. И шарик ты даешь. Какой-то кот серый зашел. И он заваял. А этих не облаивает. Ну. Смотри какие. Ну, как что тут такое. А? Куда пошли? Смотри какие. Гляди какая. Давай. 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 Ну, да что бросил это ее. Ой, ой, ой. Хорошая кошка у меня. Замечательные у меня кошки. А глазки голубенькие. Будут мышек ловить. Давай. Вот так. Ну, ладно. Пойду домой. Портяночка моя. Сапожки. Вчера ты так и загладила мне Надежда Васильевна. Иначе стил. А что осталось от сапогки сегодня? Ой. Я говорил, что ли все это не даст. Слушай, ну, тяпки насочили, нет? Ой, Володя, Володя, ну ты прекрати. Я вам там положил же их. Вы как уходите справа. Там есть ваша сковородка тоже. Сковородка. В душе. Так, вечно идут машины. И идет продвижной дождь. Смотрите как. И они его празднуют туда на нас. Дневнивый поток. Посадящая машина. Видите, как интересно прошла. И вот стала и вереница идет. Ну, это ранее, можно сказать, еще не проснувшаяся кабалькада. Дальше будет больше. Вчера мы едва-едва нашли место для стоянки машины. У Алексея Устинова. Кручеваль. Вот. Ну, и что, давай. Вот. Земляет. Да. И что, мы не ведем. Вот. 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 беседы, на магнитофон записаны, а потом все это засняли. И сразу люди обращаются на двадцатый тонн или один тонн двадцать шестой. У меня это триста поэтов России за триста лет. И что они сказали по определенной тематике. Это можно спрашивать в литературном институте, где угодно никто не ответит. Почему? Этого материала никогда не было. Но все знают, там Евтушенко. А что Евтушенко? Ну, одно стихотворение заказал и, не знаю, если сказать от собой, Маршав тоже, там крыло, но у него была цель написания. И этим стихотворением он пытался подвинуть человека как Кушкин к лучшему или высмеять что-то. Дегоди, хочу спросить, вот вы съемку ведете, да? Надо узнать, согласны ли люди? Они спрашивают. А они спрашиваете? А почему? А зачем? Здесь врагов нету. Думаю, неужели это никогда не используется? Ну почему? Вот мы же знаем, что у Христа же был же тайный ученик, Как его звали? Никто фарисея не знали, да? Ну не знали. А он был тайным, да? А может у нас кто-то хочет, чтобы… А вы же все это в интернете… Ну, может кто-то за стенку ставит там. Нет, нет, подожди. Мы заодно уже не будем мыть. У нас все сняты. Но вы же это все выставляете в интернет все это. Не все. Почему не все? Из этого будет малая талика взята. А это повтор. В каждой библиотеке у меня стандартно. Только разные люди. И препятствовать впервые видят, практически нет. Ну редко, редко бывает кто-то. Но когда начинаешь беседовать, все понимают. Это остается и остается навсегда. Вернусь к этому. Это люди безбожники привыкли. Все пишется перед Богом в вечном компьютере. И для верующих вообще не о чем рассуждать. Я иду, где меня снимают? Как? Вот мне звонят. Мы хотели снять там у вас. Ну пожалуйста. А во мне снято три государственных фильма. Ну надо снимать. Снимают. И вдруг фильм занимает первое место в России. И второй главный приз на международном киноконкурсе. Там не только обо мне. Но главные все-таки, как называть, главные герои этого. А если бы я шарахался, скажем так, боялся. Что бы там было-то. А снимают где-то. Меня не касается. Ваши спросили? На разных городах. Просили участвовать, чтобы я отвечал. А не просто снимать. Если я нахожусь где-то на встрече. А там снимают. А снимают. Там Батис, Адвитис. У нас и в Устьях никогда не было. Кого спрашивают-то? Я на улице иду. Они идут съемку. Подошли ко мне. А вы не скажете, а почему вы вот как голосуете? Я отвечаю. Как праздновать 9 мая. Я отвечаю. В целом. Институт общественного мнения. А они кого снимают там? Я могу не отвечать. Это мое право. А снимать? Вообще вопрос, как говорят. С повестки снял. Если человек так уже боится, что его снимают. Ну ему может за стенку зайти. В житиях есть такие, которые скрывали лицо свое. Были. Щедру надеть на себя. Ну то есть в принципе это допускать. Да. Вариантов много. Но не так, чтобы один человек придумал. А из-за него все бы лишались такого сокровища. Это сокровище. Притом неповторимое. Нет. Просто мы где-то были. И они сразу выходят. Все начинают снимать. Записывать в библиотеке. Татарстан. Там еще большая мар-2 какая-то. Урзю. Пожалуйста. У нас вообще не бывает. Один раз было. Была встреча. Два епископа, священники. Ну и первая встреча была по как бы объединению они называют. Московская патриархия и Русская Православная Зарубежная Церковь. Ну их секретарь к нам пришел. Мы договорились. Сказали только что беспрепятственно снимать видео, фото, аудио. Записывать рукой. Ни вопросов нету. На утро я перезваниваю. У вас ничего не изменилось? Да нет. Мы сами будем снимать. У нас назначены эти студенты. Они за семинаристов. Они будут снимать тоже. Все. Но когда мы пришли за стол, в это время они переменили. Встреча была очень важная. По поручению патриархи Кириллов. Теперь мы это все знаем. И они эту встречу сорвали. Когда мы там внутри были, ниже на этаж, там все снималось. Ну вот когда уже зашли где епископы и сказали, рабочая встреча сейчас будет начинаться. Они говорят, мы решили что не будут снимать. Как это вы могли решить в одностороннем порядке? Мы с вашим секретарем епархии. Вот он сидит от Сергии. Мы договорились. Сегодня утром перезвонили. Но мы решили что это не надо. Это вы серьезно говорите или как? Как с вами дальше разговаривать то? Я поднялся и ушел. Встреча сорвалась и не было. И не будет никогда. А уже следующая встреча. Они все сами пришли с аппаратом. Установили треножники. Все снимают. По телевидению. Пожалуйста. Это просто человек один рог поставит и за него все спотыкаются. Да зачем это нужно? Ему нравится быть в тайне. Пусть сидит в подпольном. Да. Путина везде снимают. И ни одного запрета никогда не было. Нигде. Солженицына снимали. Ну я кого знаю. Или вообще не понятно. Еще бы ради. Толкунова или Пугачева запрещала ее снимать. Если деньги на этом хотят заработать. Но мы деньги не зарабатываем. Мы отдаем. Вот сейчас. Это шесть поездок было. Шесть недель. Мы подарили книги ровно на полтора миллиона. А сегодня это редкая библиотека. Где она вышла на улицу. Сама с нами снимала. Все снимали. Областная библиотека научная. И записала против каждой книги сколько она стоит. Я говорю. Так мы не продаем. Общая цена 12 тысяч. Все нет. Нам нужно в реестр. А вы смотрите. Сейчас на интернете появится. Что мы ваши книги уже выставили. Общий вопрос. У каких нет. Это коротко на этот вопрос. Вот. Мы эти книги. Вначале я оповестил в библиотеке. Во всей библиотеке страны написали. Городские. Областные. И районные. В своем крае. Ответ. Один. Денег нет. Финансирования нет. Рады их приобрести. Но. Не за что. Это у меня все документы с собой здесь. Я тогда принимаю решение. Подарить. Находятся такие. Которые. Ну. Никто не покупает. Поэтому. Решили дать бесплатно. Ну. Давайте. Я беру за основу ваши слова. Книги никто не покупает. И поэтому я их отдаю. И так и делаю. Если не покупают. То их уничтожают. Хоть за рубежом. Кое где. Чтобы не сбить сыну. Это общий порядок. Молоко выливают в шахты. Клеп там жгут. А чтобы бесплатно народу раздавать. Когда они берут. Такого нигде нету. Это только делают люди. Глубоко верующие. Как говорят милостивые. Да. Так. А когда началась перестройка. Библии не было. Суда из Библии. Из рубежа. Не на машинах. А вагонами. Вагонами. Кораблями. И давали всем на стадионе. Притом бесплатно. И мало того. Вот она лежала. Сейчас у матери здесь. Написано. Продажи не подлежит. Видел? Евангелие. Продажи не подлежит. Ну. Понятно. Вот она лежит. Продажи не подлежит. Значит. Раздается бесплатно. Мы это и делаем. Отсюда вывод. А для чего я делаю? У меня один ответ. Моя страна. Мой народ. Другого не будет. Я знаю возрождающую силу книг. Которые Господь позволил мне написать. Мы приехали в Ушиму. А Архиев говорит. Мы издали книги. Библиотеку местную. Тюменской области. Они пролежали год. И библиотека их вернули. Ни один человек их не считает. Ну зачем полку занимать тогда? Ни один. Ну бывает кто-то взял ее. Посмотрел и тоже на место поставил. И тогда священники мне и говорят. Сидят священников несколько. Как это? Разве это справедливо? Игнатия Берещина. Не считают. Феофана Затворника отдали. Горули. Не считают. А книги Игнатия Лапкина берут и считают. И воруют. А воруют это означает. Она пользуется шальным спросом. Книги просто так не воруют. В дверях его останавливают. Ему говорят. Цена ее 200 рублей. У нас в пятикратном размере. Он вытаскивает. Полторы тысячи отдает и пошел. Почему? Он нигде больше этого не найдет. Он не найдет. И поэтому мы предупреждаем. Двадцать шестой тон на руки не выдавать. Особенно журналистам. Это двадцать тысяч файлов. Я все время должен был в ответах крутить. На каждый вопрос. Который мне в инверситете. По радио задавали. Я отвечал шестью поэтами. Стихотворениями. Шесть. Примерно сказать. Какое участие приняли поэты в приходе революции. Ты можешь хоть где задавать. Ни один не ответит. Я уже знаю. Ни один. Даже в литературном институте. У меня прямо показывают. Максимилиан Волошек. Стихотворение в каком-то году написано. Иван Бунил. Волгархаминское время. Написано. Мережковский. И так далее. О семье. Никитин что сказал. Кольцо. Крылов. Михалков. О войне. Высоцкий. И так дальше. И они тут сфотографированы. Их фотографии. Сколько живут. Она книга. Во всех отношениях уникальна. Она единственная. И поэтому. Книги эти. Я не то что считаю лучшими. А их сравнивающими. Просто нету. Как в песне поется. Первый парень на деревне. А в деревне дом один. Я сношел первый. Так и это. Эти книги. Мы у вас. В общем то еще нигде не отдавали. Только вот в областной. Думали. Быстренько здесь встретиться с родными. И вперед. Сегодня одну я отдал. Отдал заочно. Уже отцу Александру. Для тюрьмы. Он придет. Я мог. Не забыть бумаги оставить. Бумаги. Чтобы они в печати поставили. А это оставили. Если у кого то будет желание. То. Первый. Второй ящик. Большой и маленький. Это полный таблет. И далее бумага. В какую библиотеку. В какой район. Мы никуда не успеваем. Нам нужно срочно возвратиться. Дай Бог доехать. Машина новая. Купленная. Но оказалось. Не выдержала напора. Такая она была сделана. Но пока она стоит еще. На гарантии. Не надо. Можно с ним разговаривать. Вот. Я попросил. Раз мы остались. Остались вынуждены. Мы остаемся только там. Где какая то очень большая. Да. Это собираются люди. Вот сказали люди. Мы договорились. Придут люди. Тогда у меня планы меняются. Я оставляю все. И собираюсь. Потому что встреча с людьми. Это как раз и предполагает то что мы делаем. Вот мы делаем в Новосибирске. Мы его пришлось потерять почти пол дня и ночь. И тогда возвращаться своим путем. Иногда мы на один пункт заезжаем 240 километров. Конечно нет районов. Но там люди. И мы оставляем вот таких вот. Несколько сот бывает. И они библиотекарей отдают. Ну еще такое выражение. Академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Что исчезнуты институты. Учебное заведение. Это потери меньше чем ущербная библиотека. Библиотеки. Это главный связующий. Скажем. Пик с прошлым. С которого мы можем видеть. Что тысячи наших сограждан. Которые имели доступ к искусству. К науке. Делали что. Они говорили. И поэтому. Это корни нашей истории. Корни литературы. Народа. А с библиотекой все обрубается. Да и библиотека. Это корни институты. В самом слое библиотека корни библии. Библия. То есть книги. Вот эти книги мы привезли. Вот сейчас занесли. Это мы думали за пять дней. обойти весь. Всю область. Все. По картам. Все сразу. Мы смотрели. Какой маршрут выбрать. Вот тут оказалось. Где-то паром надо. Для нас это необычно. А сколько ждать парома. Ну. Мы очень и очень спешим. Чтобы успеть. Нам еще. Новосибирская область незаконченная. Красноярский край едва затронули. И Кемеровская уже. Мы вниз выгрызли у них. А какой дом будет. Библиотеки. Первой библиотеки страны. Ивы Неверина в Москве. Книги теперь эти находятся. Во второй позначенности. Историческая библиотека Российской Федерации в Москве. И третья. Парламентская библиотека Российской Федерации. Госдумы. В этих трех библиотеках в Москве. Полный комплект книг. Ну. Как говорят. Буду было считать раз. Мы отвечаем так. Если я сеял. То на 50 процентов. То ли взойдет. То ли не взойдет. То ли засуха. То ли нет. Ну 50 процентов. Говорят. 50-50. А вот если я не сеял. 100 процентов. Все. Хандра. Хандрит. Нам не подойти. Ничего не будет кроме сорняка. Поэтому мы доверяемся другу. Как оно будет. Что. Если все будет благополучно. Мы постараемся завтра правильно выехать. Заранее созвониться с сервисом. И сходу влететь в него. Маленько тормозок у себя дома. Поставить кардан. Который снятый. Все чехлы. Которые нашли. Содрать. Почистить ее. И привезти. А дальше. Дорогой с адвокатом связаться. Насколько реально обменять машину. Возможно это или нет. Потому что эта деталь. Которая полетела. На 60 тысяч стоит. Нам абсолютно не по кармануне. У нас вообще ничего нет. Нам на бензин. Кто чего не даст. Она как там и живет. Это отечественная. Она не экономит. Ну вот я попросил сестру Эндокию. Она 3 года моложе меня. Я Игнатий Тихонович. Она Эндокия Тихоновна. Пригласить кого она знает. Там. Через отца Александра Классовна. Священников. И там крестный ход сегодня. Я уже ей сказал крестный ход. Ну хотя надо задумывать. Что означает крестный ход. У крестного хода. Про. Родитель. Это ход вокруг Ерихона. Когда крепость не сдавалась. Вокруг не обходили. Ерихон пал. Больше ни одного случая нету. Нету. А у вас же был этот крестный ход. Вот да у нас был. На своем деревне православное с нуля. Ну когда. Когда стали говорить. Что везде будут в подворье вырезать куриц. Птичий гриф придумали. Его никакого никогда не было. И чтобы эта чума от нас отошла. Мы когда пошли по деревне. В каждый дом батюшка заходил. Крапил скотину. Птицу. И все осталось. Враг отступил. А у нас в крестных. Ну в крестных он бывает. Вокруг храма. Ну а больше не там. Но это занимает. Пять минут больше нету. А это идут они. Сотни километров. Средотворные иконы. И я неоднократно встречался с этими паломниками. Их сплошное нарушение постов. А путешествующим разрешил на них поститься. А кто это сказал. Батюшка. Он с нами ездил. Ну поехали далеко. На поезде. А последний метр пешком. Батюшка вам сказал да. И он пять и съел молоко да. А вы не знали когда батюшка мусульманство перешел? А при чем тут мусульманство? Да в Коране написано. Почему вы его не знаете? Это в Коране. Воющим и путешествующим нет. Это такая досура, такой аят. Я ее называю. А у христиан этого нету. У христиан есть. Что пост послабления. Во время поста разрешается и елея. Растительное масло и вино. Кому? Зело престарелый. Зело. То есть очень. Зело слаб болеет. И зело млад. Вот такого вот. Но его разрешено только. Вот то что названо. Конечно маленького вина уже нет. Не давайте речь о пожилом человеке. Но мы придерживаемся того, что мы не зело престарелые, не больные и посты строго содержим. Хотя я знаю. Православные посты они пришли намного позже, чем апостольские времена. Их не было, как вот сейчас завтра пост поступает в честь успения, в смерти Божьей Матери. С чего рали? Вот. Масленица. Происхождение масленицы не знает. А царь Ираклий воевал против персидского царя Хадроя. И дал обед. Если, и дальше, я сумею победить, а сам шесть лет воевал, то я неделю не буду есть мясо. Ну и не ешь. Причем тут я. Другого происхождения нету. Причем тут я. Шесть лет сколько людей погубил. Какой он ставь-то был? Безбожник. А его чуть не святым ставят. Ну и вопрос снятый. Но я православный. Со словом православным я притягиваю все. Мне этот пост не нужен. Он установлен не апостолами. Он не нужен. Вот Петров, он даже вреден пост этот. Но я православный. И поэтому я строжайше его исполняю. Мы на начале детского лагеря. Представьте, дети приезжают на месяц. И месяц пост. Я не могу их молоком, сметаной покормить. Когда у нас там молока завесит или бюстуля строят. Ну пост. Но я не могу его нарушить. Я православный. Есть такая поговорка без дураков. Мне доказывать не надо. Я тебе докажу, что этот пост пришел после. В каком веке, кто там. Но я православный. С знанием я своим. Прошу, что Бог, чтобы собрал Вселенский Собор, может быть, убрал этот пост. Но он не убрал. И я им исполняю. Мне иногда говорят, у вас какая-то такая позиция двойственная. Я говорю, почему она тройственная, а не двойственная? Я знаю, как должно. И знаю, как было. И знаю мое отношение к этому. А мое отношение так, как установила Церковь. Святая Православная Церковь. Все. И сразу позы меня закрыты. Выступает шейх мусульманский. Ну, а мусульманки-то ведь они не все живут в Санкт-Петербурге. Здесь они вот так же грудь открыты. Чтобы мусульманка так одевалась, такого нету. Чтобы вот так грудь была открыта. У ней вот, как воротик. Даже у Жириновского и то галстук висит. Он говорит ей, сестра, ты желаешь понравиться кому-то, юноша. Но ты сегодня умрешь. Через два дня с тобой в жаркой могиле твой желанный сидеть не будет. Она собралась в поводу. Девчонке 13 лет. И она побежала. Отец ее остановил. Саня, остановись. У тебя чулок сполз. Она девчонка, 13-летняя. Она уже невеста. Она говорит, папа, неужели так важно тут 5 сантиметров? Он говорит, вся ты будешь спасен, а 5 сантиметров будут гореть в огне. Тебе надо это? И она то же чего подернула и за водой побежала. У них по-другому смотрят. Я считал, как женщину приводят к зубному врачу. Ну как к зубному врачу? Она пошла к стоматологу, записалась и все. Не так. Ее сопровождают, говорит, отец и брат. Она не замужем. И сидят двое, говорит, руки обоих лежат на кинжалах. Они его уже кинжалом очертили. Вот рот и ниже вот этой черты, ниже его вы, чтоб рука твоя не касалась. Это наша дочь. Да разве мы слышали такое? Закон библейский и закон у мусульман в данном случае один. Мне девица вышла, должна подведена к дому быть уничтожена. У нас сегодня хранить не будет. А мы начинаем сказать, да вот они закрыты, они жеребцы. Все так. Но у них стопроцентная сохранность, а у нас 5-3% уже в школе. Потому что если она девушка никому не нужна, то есть тогда она придумала разные теории. Забывая стыдливость, силамудрие – это основа созидания будущей семьи. Это просто я к примеру говорю. Нам судить никого не надо. Нам надо учиться. И учиться у всех. У баптистов, у мусульман, у буддистов. И всем показать. Лучше, святее, чище православной веры ничего нет. Когда ты ее знаешь. Такой красоты, всеобъемлющей понятности, толкования святых отцов, соборов вселенских ни у кого нет. Они сироты, они без истории. Они не знают. Я вот писсионер, с ними беседую. Вот у меня в доме обратился немец Геннадий Фас. Он как раз в Томске. В Томском университете был преподавателем. Физик-математик. И брат его тоже. Комендант на опыт был. И вот мы с ним встретились. Это 30-го было апреля, кажется, 78-го года. Вечером сели. Он привели к нам баптисты знакомые. Мы закончили беседовать в пол-пять утра. Это вся вообще. Вокруг сидели и... Я говорю, избери, какая тебе тема больше всего нравится. Как вам нравится? Библия все нравится. Но такая, в которой у тебя безупречно точное толкование. Он говорит, ну... А крещение? Мы же баптисты. Давай крещение все показывать. В конце он, когда закончился, я говорю, абсолютно неправильно по всем пунктам. Как так? Я бы устал доказывать местами местами. Он согласился. Я говорю, еще что. Притча о десяти девах. Матфея 25 главный. Тут он, говорит, я сам не раз проповедовал. Тут я уж врежу. Когда закончил, Игнатий одним словом ответил. Ложь. Я так и сел. Как ложь? Он говорит, а что такое масло? Что такое кувшины? Что такое крик петуха? Ваня встали, вышел. Я, говорит, ни на один вопрос не могу ответить. А так как же я проповедовал? И, оказалось, заснули. Мы говорили, заснули. Это люди ослабели. Увлеклись строением дач. Покупкой машины, оказывается, никакого отношения это не имеет к даче. Матфея еще идет от длительности срока, отсутствия Христа. Как жених замедлил, то девы задремали. Если задремали, это ослабление жизненных сил. И заснули, уснул. Вдруг наш Лазарь уснул. То есть умно. И отец Геннадий говорит, я понял. Мы решаем умом. Умом. А Церковь Духом Святой. И он принял крещение. Стал священником православным. Теперь магистр богословия. Закончил семинар и академию. А вот классом Саша, это он от него. Он от его, кажется, племянница женат. Он когда приезжал, еще православным небом баклистом. А сейчас он православный батюшка. Вот мы хотели собрать людей и ответить на их вопросы. Священники не знают. Я говорю, а он с этим Духа Христова не имеет. А священники все имеют? Вы уверены, что патриарх имеют? Или все патриархи уверены, что они Духа Святого имеют? Определитель какой-то есть или нет? Я причащаюсь? Нет, это можно узнать. Но если на мне Дух Святой, то Духа Христова не имеет. Это трагедия. Я говорю, что из всех святых, какие в России были. Слова Серафима Савловского о смысле жизни. Мы пойдем покажем мусульманам. Пошли? Пойдем мы. Мы тоже хотим показать мусульманам. Не опоздали еще. А не знаю. Там в конце же служба где-то. В конце службы, но она уже закончилась. Уже восемь, конечно, а уже без двадцать лет. Думайте. Давайте. Все-таки простая служба там. Он сказал, священник Духа Святого. Высший смысл всего. А когда начинаешь разъяснять, даже священники, так это так. Ну ты бы повторял это, да, повторял. А что это означает? Совершенно не может объяснить. Я говорю, ты объясни сначала священник. Серафим Саровский не мог объяснить. Серафим Саровский не мог объяснить. А? Говорит, ну как, что это такое? Ну он вот начал молиться и поднялся на локоть. И все стало белым, и вот все во свете. Что ощущаешь? Да радость им хорошо. Вот это и есть, говорит. Я говорю, хотят без верности к этому. Намаз совершается сколько? Пять раз в день. Все, все. Я помню, в советское время наши приехали, ну она замуж там вышла за какого-то узбека. И говорит, едем. Вдруг автобус остановился. Я сижу минуту, вторая, я говорю, еще остановился. Она говорит, а ты глянь за окном. А шофер вылез, расстелил когрик, встал и молится. Почему? Ему время намаза. Да это ни в жизнь, ни один священник не посетит. Ему никогда это не сделают. А судить его молитву я не имею права, потому что он уже перед Богом стоит. Он уже не подсудить. Человек на молитве земным властям не принадлежит. Как у Семена Столбник. Ухватился за стол, пришел, его власти не могут взять. Он когда оторвется от столба или за рога жертвенника, говорит, не убивали. Ну, Соломон и там его достиг, нашел. Так и здесь. Пять раз в день я переписываюсь с мусульманкой в Mail.ru. Она не простая мусульманка. Она преподаватель в университете теологии. Сколько же она знает? Ее знания не простые. Она четыре языка свободно владеет. Далее. Она меня постоянно спрашивает. Учитель или отец Игнатий. Скажите, а как вот это? А какое участие должны отцы принимать в воспитании? Я говорю, она завтра нам урок все выносит. Со своими студентами ходит в женский православный монастырь. Мы, говорит, молимся по псалтыре. Я говорю, и как эти шейхи? Они, говорит, несколько раз меня уже запрещали. Я, говорит, видела во сне, меня Валентиной звать. Я, говорит, приедешь и покрестишься. И она все спрашивает о молитве. Православный меня ни один не спрашивает. А на сколько вы поклонов даете Богу? Выражение какое. Понимаешь, у нас это тоже есть. Так и в другом плане. Во сколько встаете, ночные молитвы, когда, сколько раз, о чем просите? Я вас очень интересую. Она молится. И у нее доступ к Богу может быть больше, чем у того, кто думает, что имеет. Почему? Все-таки это что-то значит. У нас дисциплины никакой. Даже вообще такого слова нет. Любой приходит. А кто это говорит? Патриарх Кирилл. Мне не надо выбирать никого. Вот он вернулся с Дальнего Востока. И ответ газеты печатает. Патриарх Кирилл сказал. Состояние церкви – духовные развалины. Я спаривать ее не могу. Я только добавил к этому. А патриарху показали не худшее. Он не был там, где мы бываем. Там пепелище, там никаких развалин нет. Там дымящиеся угля с венцами. И это все православное. И он далее призывает. Вот священник говорит, вы крестите. Кого вы крестите? Вы не знаете. Кого венчаете? Не знаете. Вот мы сейчас были к одному священник. Он говорит, ну я венчаю. Спрашиваю, любите друг друга? Любим. Повенчал. Через три месяца приходит уже другой. Повенчаете, батюшка. Стой, развелись. Да как так? Я, Иван Суворов, пришел. Вот такие пачки две лежат на столе у архивея. Бракоразводные процессы. Да нет такого таинства на развод. Это все венчание. А то и венчание там не бывает даже. А что делать? Я, говорит, решил не венчать. Как совсем? Совсем. Пока я не узнаю. Пока это не будет, действительно прихожане. С улицы любое заходит. И потом венчания-то нету. Венчания вообще нет никакого. Венцы держат над головами. Сзади идут. Над невестой там женщина какая держит. А здесь мужчина. На голову вообще. Венчина голова увенчивает. А чтобы держать и считать увенчанным, такой в мировой практике никогда не было. Венок опускается на голову. Это златоуст. Это все святые говорят. Златоуст говорит. Вы мне сплели похвальный венок больше моей головы. Он опустился до плеч и голова осталась неувенчанной. То есть венчания нету. Я батюшке Асойке ему сказал, сколько таинств. Ну он говорит, сколько таинств. Он знает. А какое не нарушается. Все нарушаются. Притом умышленно и ежедневно. А какое больше всех нарушается. Он не мог ответить. Из семи таинств какое-то постоянно злостно нарушается. А оно тянет все остальные. Понимаешь? Эти вопросы, их просто необходимо сегодня говорить. И когда люди стараются обойти этот углы, ну как, кому нравится. Это плацдарм для того, чтобы оказаться в адух. Мы один раз решительно должны проскрести себя. Патриарх говорит прихожанам. Вы подходите к батюшкам. Попроситесь к нему на чашку чая. Вот к тебе приходят один прихожане, другой. Сближайтесь со священниками. Я им говорил, а они к вам не идут. Ну народ, начинайте двигаться обратно. Это патриарх Кирилл говорит. И считать, что патриарх Кирилл не понимает обстановку, я думаю, наивно. Он говорит, я посылаю монаха на север. Может слышали? А у монаха мне отвечает, там кислороду мало. А он сурово так говорит, да какой тебе кислород? Ты же монах, ты приготовился умирать. Какой тебе кислород? Это ответ. И посмотри, те, которые посылают миссионерами, мормоны и другие, на любой остров. Он не имеет. Он пришел, он и говорит, 18 лет, заходишь в школу, там в институте учусь. Решил жениться? Молодец. На два года миссионерскую работу на островах Орельске. Все. Два года. И там будет видно. Ни один не женится, пока два года миссионерам не отработают. У нас вообще никаких правил нет. Ты никого не знаешь, они тебе, ну бабушки некоторые. Правила. Что, вот я имею опыт в этом, где бываю, и начинаю говорить. В каждой библиотеке это беседование идет. И спрашивает, как принимают? Отвечают. По-разному, но провожают везде одинаково. В течение 20 минут совершенно по-другому. Вот она придет, даже не надо, это не считает, я знаю своих считателей. А дальше, давайте документы я подпишу сейчас. И дальше начинаем разговаривать. Улыбается, выходит, фотографируется директор. Притом это все заснято. Легко смотреть. Какая причина? Я нахожу только одна. Мы без хитрости получили, без лукавства отдаем. И Господь касается Духом Святым. Это человеку невозможно. Я когда батюшки спрашиваю, вот вы говорите, не хватает решимости. Серафима Саровского. Ну какая решимость? Я службу веду, сейчас у одного были. Ну хороший батюшка, прям не могу сказать какой. Я говорю, вот смотрите, вот человек, и у него есть свои я. Это я просто опыт такой показываю. Вот это вот, я люблю вот это. Вот это вот, люблю поспать. Вот это я смотрю, что нравится архиерею. Дух Божий верит на ноды. Дух Божий не может проходить здесь. Дух Божий только тогда идет и верит, когда все склонилось перед преклонностью всякое колено небесных, земных и преисподних. Вы бесталантные. Поэтому вам ничего не написать, не нельзя. Говорят, почему? Бесталантные, потому что она же как обижается. А почему? Я говорю, где Дух Господний там свобода, где Духа нет, а Дух Божий не может, а вот это тебе не нравится. Ну ладно, Дух Святой пойдет тебя, он дальше вообще учить не будет тебя. Где Дух Святой верит, он отвечает как порог, что скажет Господь мой Бог, то я и скажу. Бог сказал, мне обязан сказать пойти патриарху, пойти юроду сказать, обличить его беззаконом сожитие. Нравится, не нравится, голову отрубит, вот это и есть пророческое служение. А они не примут, а вот об этом тебе не надо рассуждать. Ответственность Бог берет на себя. Моя задача быть верным. Быть верным во все. Поэтому, когда я даю книги, я библиотекарям говорю, книги написаны именно так, где я в глаза, видимо, не заглядывал. Патриарх это, батюшка или родной брат. Я сказал все, что говорит Библия. А почему уверен, что вы правильно говорите? Да не я говорю Библию. Недавно епископы собрались и начали меня судить. Судить, конечно, подбирается под книги. А наш епископ Евтихий говорит, это бесспешно. Игнатий сугубо православный. И книги его, они недосягаемы. Вам еще не сделать. Я тоже, вроде, пытался. Они все на Слове Божьем, на канонах стерковных, на житиях, на святых отцах. Отцу Акиму очень часто боятся священники подкусывают. А вот он написал, он говорит, вначале в конце книга адрес. Ну, позвоните. За десять лет ни одного звонка, за десять лет ни одного письма. В епархии были. Я сказал, вот измерите самых злобных священников, самых ненавистных, ненавидящих меня. И вызовите меня, я перед ними предстану один. Я бросаю вызов вам. Вы за углом только шипите, а сказать еще не можете. На днях, ну прям на днях, вот может быть, недели две назад. А те сам Суворов. Книги там дал куда-то читать или что-то. А те библиотеки или где он сказал оставить. У меня все без задоринки идет. А у него там и она, как церковь, а как то, и отдала. А в епархии стали исследовать. А кто же, интересно, с церковников ставил в мирских библиотеках быть сенсорами. Это вообще безумие. Это не теократическое государство, во-первых. А почему именно не баптисты? Почему не адвентисты? Для государя мы все одинаковые, они законопослушные граждане. Они не понимают, что творят. И вот там держат, неделю-вторую приходят в библиотеку, говорят, ну книги-то принимаете или нет? Мои книги. Они говорят, епархия еще не отдала. Я говорю, так-то верните хотя бы мне книги-то. И, наконец, епархия его вызывает на ковер. Священники собрались. Не знаю, епископ был? Нет, епископ, кажется, тоже был. Ну вот он и гнает. Не могут назвать фамилию. Лапотников там называют. Ну хоть фамилию-то мог запомнить-то. Явно, что они или не считали, или мозги ошибло. Да он говорит об одном архиереи неуважительно. Он говорит, о каком? Гробовое молчание. Ну где тут архиерея-то живет? В какой епархии? Ну вы, сколько у вас было? Пять священников. И вы пятеро все это, с центрами были, да? Ну одного-то назовите хотя бы. Нет. Я говорю, знаете, это несерьезно. Настолько несерьезно. Даже разговаривать не о чем. И на днях у него там храм во имя Смоленской иконы Божьей Матери и архиерей, митрополит, присутствовал. И батюшка ему говорит, ну и как? Черт, ну-то никогда ничего не было. То есть ничего не было. Ни звука. Я это очень хорошо знаю. Десять лет это уже достаточно, чтобы показать, что не православие. А наши архиереи говорят, это не удастся, это бесполезно. Вот. И поэтому, где нет священников, мы отдаем книги по районам везде. Везде, как сказать, благополучная среда. И даем вот такие вот, чтобы раздавали. А берут ли? Берут, считают. Собрались священники и я с ними сижу. Недавно. Там, под Москвой. И говорят, вот скажите вы сами, вот это справедливо или нет? Думаю, что же они такое выкопали? Мы отдали книги. Нам их вернули. Игнатия Гречининову не считают. Больше симптомиков отдали. И сказали, в течение года ни один посетитель не взял. Все совсем. Ну, откроют, посмотрят, поставят и больше. Вот. Феофана Затворника вообще не считают. Говорят. А что вы давали? Называют все серьезные. И что? Ну, вернули. Я был и тихий, я говорю, вчера все книги вернули наши. А Игнатия Лапкина считают и воруют. Воруют книги эти. А воруют только те книги, которые с спросом пользуются, которые нельзя достать. Это однозначно. А что воровать-то, если они везде валяются? А почему Игнатия Лапкина считают? И отвечают. Потому что у него Феофан Затворник, у него Игнатия Гречининов, у него все на приближенных сегодняшних днях. Они заговорили, а они не меняли ничего сегодняшним языком к сегодняшним человекам. А вы этого не могли сделать. Тогда не извинитесь. Спрашивают, а зачем вам это нужно? Вот сейчас мы проехали, вот уже на полтора миллиона только подарили. Я говорю, мой народ, моя страна, а другого мне не дано. Мне это Бог дал, я отдал. Они прям тут же при нас скрывают сайт, заходят, и про нас забыли, что мы тут сидим. Мы говорим, бумагу надо подписать. Они там залезли, а там море. 1300 тем. Тем. Там отдельный миссионерский отдел. Как беседовать в иконах о Божьей Матери. Политика там. Там ну все абсолютно. Можно это достать? Можно. Вот только сюда зайди. А у него щелкни, и ты уже находишься. Мы пока другого способа как-то открыть людям образ Христа не имеем. Просто не знаем. Мы нашли вот такой способ. Привлекать библиотеки. Библиотеки этому содействуют, распространяют. Люди приходят, берут. Притом, бывают библиотеки на скудном пайке и говорят, могут даже закрыть. Но это уже конец селу. Я сразу иду в администрацию района. А у них там совещание. Я открыл дверь и вошел. Простите, мне нужно сказать. И начал говорить о цели нашего приезда. Как мы действуем. Я говорю, у вас есть представитель по связи с общественностью? Есть. И он его тогда посылает и здесь у нас совещание. Тут идет утреннее. Но по-хорошему улыбается. Он пришел. А я продолжаю дальше. Библиотекари, считатели пришли. И говорю, вот 26-й том его на руки выдавать нельзя. Особенно журналистам. Они его выводят сразу. Это 300 поэтов России за 300 лет. Что сказали по определенной тематике. Допустим, о революции, о семье, о родине. И на каждый вопрос, который мне задавали, 6 поэтов. 6 поэтов из 300 летний период. Ну, я не скрываю, что без Евгения Тушенко я бы просто не одолел этот материал. За 20 тысяч поэтов я должен был вот так вот молниеносный в голове крутить. И кратко даю аннотацию. Это 20-й том, это моя беседа с Александром Мениным. Их нет, и за миллиарды не купишь. Его нет, его убили. И сегодня мы ему задали эти вопросы, а может и другие. А я ему и еврейские вопросы, и церковные, и возрождение церкви. Это был эрудит самого высокого класса. Ну, это и так понятно. Это был энциклопедический, выпаренный буквально из этой среды человек. Глубочайшие его знания. Я не распользовался его словарями. И вот мы с ним беседуем, сейчас на беседе дома сидим. На магнитофон, нам ворачиваться. В одном месте видно, как он вот так просыпил магнитофон. Ну, интервьюер у меня сегодня. Какие вопросы я там был бы, если патриарх еврей, как бы народ реагировал. Он сам еврей, я говорю. Я говорю, а что такое мень? Он говорит, это рыба на лим. Такая скользкая. Вот. И, значит, просто в баптисты едут. К нам приезжают по Теряевку. Там миссионеры приехали. Я вышел. Два солидных, толстых человека. Я говорю, а кто вы будете? Мы баптисты, отделенный совет в церкви. А что? Ну, миссионерство. И что же у вас есть? Две маленькие брошюрки какого-то там. И все, иностранные слова. И два, кажется, диска песнопения. Все. А я им подарил полностью новый завет. Вот это полное толкование с апокалипсисом отца Геннадия Фаас. Там, Гослава Божия, нет. Уз. И еще что-то. И вот мы к ним туда приехали, откуда они там уныли. Ни под каким видом встречи нет. Ты сама знаешь. С мамкиной, своей теткой баптисткой, даже телефон мне дали. При свитера. Вот тебе и православие. Православие заговорило. И все попятились. Андрей Курайев его спрашивает в интернете. А кто такой Гнать и Лапка? Но у меня был книг и все брали. Ну и дальше Андрей Кураев. Его мнение может не всем понравиться. Вот это один из самых ярких богословов современности там Сибири. И самый строгий критик патриархии. А они на него. А какой патриархии бывает греческая, бывает там? Он говорит, московская патриархия. И отношение священности к нему имеет объяснение. Говорил он другие слова, по-другому бы относились. Это все. Андрей Кураев. Умный человек. Я о нем не раз говорил. И говорил, нужно сказать более строго, чем в отношении меня. Если так уже считать сыном, то перед ним бы виновен был я. Но думаю, что считал это. Вопросы у вас какие-нибудь есть? В 2 днях, когда у Романа были, встретились. А Роман пригласил этот племянник. Сыстры моей, сын. И он из старобрядцев. Пригласил 11 старобрядцев. 11. 15. 15. 15 старобрядцев. А я сказал, меньше 10 будет, я не приеду. Слишком далеко. И мы весь край, заканчивали край. Перешли на Сибирскую область. По всем районным центрам. Встречи со священниками. Дариму. Сегодня отцу Александру я ящик подарил. Евангелия Атьяна с римлянами вместе. И второе, карманная Новая Завета Псалтира. Все на дальние. Если вам нужно, я вам сейчас выйду в тайком визите. Все. Мы разгрузились. Дальше. Если знаете, кого отцу Александру я подарил. Довольно. Я уже с ним поговорил. Поговорил. Стоим на улице. Раз со мной он сидеть, он уже не уйдет такой. Я говорю, какой твой рост? Метр шестьдесят четыре. А какой твой вес? Столько-то. Я ему задумываю, ба-бах, 27 килограмма лишнего. Тебе это надо. Я уже сколько раз пытался там и не ел. И все. Я говорю, и свет леса твой не христианский. Святый описывает какой-то. А что у тебя как морковка? Зачем тебе это нужно? О, главное, я его знаю давно. И он не обидчивый. Не обидчивый. Не потому, что я ему много дал там чего-то. А потому, что он сам по себе человек. Да я вот не знаю, как что. Я знаю. Я знаю. Четыре причины, почему человек толстый. Давай, загибай. Первое. Самое натуральное обжорство. Лишние калории. Давайте, первое. Пройдем сначала. Второе. Лишнее не переработает, потеть не будет. Третье. Я не закончил. Гармональные сбои бывают. Так я это не закончил. Так на гармонии потом будете играть. Третье. Третье. Лишнее спанье. Многоспанье. Днем прилечь сальсаза. И четвертое. Беспечность. Все. В голову друг другу. Четыре причины. Они из тебя сделают медведя лежачего. Ко мне приходит в гости епископ Антоний Васильевич. Я вот сразу здесь скажу. У меня было два друга на институте меча учились. И потом на заводе работали вот уже на инженерной долгности. Один был такой плотного телосложения. А другой был вот ну совсем худющий. Вот этот вот худющий он правда помер уже. Он помер по пьянке там лет 30 с небольшим его было тогда. Замерз. Вот худющим он так и остался. И вот мы придем в столовую рабочую. Значит плотный парень такой толстый. Брал одну котлету и не доедал. Я две брал. Тот четыре. Ему мало было. Вот и обжорство. Нет это что четыре. Котлетные я скажу что лучше не брать ни одной. Ну я просто говорю. Я делюсь опытом. Я с этим соглашусь. Тем более столовой рабочей. В Китае казнь была возведена в искусство. Они придумали разные виды казнь. И одна из самых страшных была кормить одним мясом. От чего человек в страшных мужчинах умирал. Вот и все. Мясо. Почему Антон Павлович Чехов. Когда у него брат был Павел Павлович Чехов. Он говорил на всех кто ест мясо. Тупоеды. И он все это посмеялся над ним. Я вот не ем больше тридцати лет. Вообще в родном миру. И никакой нужды нет. Раньше писали. Такой журнал был. У нас какой-то журнал здоровья. А то был журнал здоровья мира. Это ЮНЕСКО он выпускал. И писали. Считается. Или считали. А второе. В действительности. Найдены целые народности. Которые никогда. За тысячелетия. Ничего мясного не ели. Вегетарианцы. Полные вегетарианцы. Я рыбу хоть ем. Так что тут конечно. Это вопрос второстепенный. Да. Вопрос второстепенный. Правильно. Кто не ест. Не осуждает того кто ест. Отец Александр правильно что ест. Говорил что сделался толстым. Как доминная пища. Там решила о том. Мясное или овощи. Столько об этом. А не о толщине. А о толщине. Очень много в Библии сказано. Написано. И без страха уточняет себя. Послание к Иуде. Без страха. Это страха никакого нет. И Азнатоуст говорит. Слишком узкий уход. Что ты готовишься. Как будто бы в осаду город собрался. И что ты столько наел. Тебе все. Жертву хотят принести. Как жирное животное. Нет конечно. Азнатоуст высмеивал это. Да и все святые отцы. Как мы знаем какие были. Хотя это не главное. Но. Саша вызвал. Были и толстые. Были и толстые. А? Какой-то оптинский старец был. Очень толстый. Не помню как. Я не знаю. Анатолий? Может быть. Может быть так. Но они этому не радовались. А что? Кто радуется? Это болезненность. Кому это радуется? Это не нормальное. Это не вещество. Я за то сказать. Был дископ Антоний Масельнич. Он ко мне пришел в гости. А я на втором этаже жил на это. На Никитина. Он. Пока поднялся. До поворота. Один этаж. Второй этаж. Основелся. Я говорю. Что? Не могу отдышать. Я говорю. Умрешь ты. Умрешь. Послушайся меня. Давай ко мне. Переходи. Я из тебя за местью сделаю. Такого. Звонкого. Тонкого. И прозрачно. Вставать будем вместе. Молиться вместе. Питаться вместе. Он не пришел. В сорок один год умер. В сорок один год. Что? Ну то же самое. Сердце должно накачивать каждую клетку. Накачать такое. Стали считать сколько у него кажется. 70 лишних килограмм. Ну ты сам понимаешь. Что это нереальное. Чтобы сердце выдержало. Мы не об этом как бы говорим. Но встречи наши должны всегда носить конструктивный характер. И мы после любой встречи должны выйти другими. Вот когда мы бываем и другого метода. Распространять просто не находим. Раньше мы в каждый дом заходили. Евангелие заносили. А потом людей собирали. И бывало так. Все село обойдешь. Пригласительное. С администрацией утвержденной пришел один человек. Вот. Там у нас есть коробение. Попуда идут крестный ход. И там монастырь. Его считают центром духовной жизни Алтая. Это монахи тамошние так назвали себя. Вот у нас все заснято на виде. И вот мы встретились. Допустим тысячи человек населения. В воскресный день приходит шесть человек. Шесть человек. А монахов семь. Нормально? Мы прошли по деревне. Нашли только два Евангелия. А раздали только новых заветов у них. Четыреста пятьдесят. Это пустыня одна. А что они говорят на это? Они говорят. Да вот у нас были монахи. Они верили себя так. Там неадекватно. Разные слова набирают. И поэтому в народе такое негативное отношение. Ну и что что негативное? На меня такое негативное отношение строят священники. Высказать нельзя. Готовы. Но приходит время. Она бабка прямо на паперти падает. За ноги хватается. Плачет. Прости меня. Мне противоговорили. Оказывается все это обман. Это неправда. Да баба. Да брось ты говорили. Наплевать да забыть что говорили. Поэтому мнение человека меняется иногда в одну минуту. Когда он от Бога получает озарение. Так говорят. Не говорят. На это никакого внимания не надо обращать. Вот едем. И бывает так. Заходим где-то в библиотека. А она сразу. Это ваш сайт там вот библейский. Я говорю наш. Постойте маленько. Она побежала по этажам всех работников. Собрала буквально аудиторию. Послушайте кто к нам приехал. Ну тут уж моя стихия. Тут я разворачиваю. Каждую книгу объясняю. Один если есть положительный человек. Он может все буквально в негативное смести. Ну вот так делаем. Привозим. Оставляем. Получаем документ что они получили. Пищать. Оставляем. Визитки приглашающие в библиотеку. А еще бывает одно. Дмитрий Сергеевич Ильихачев. Он говорит университеты, институты исчезнут. Потери не будет. Столь велика как потери библиотек. Понятно. Потому что и сами институты то на библиотеке стоят. Я говорю. Побольше поставишь. Мы все таки когда отправлялись вот эти путешествия. наши говорили все время. У нас опыта никакого нет. Сегодня мы уже так сказать не можем. Все таки позади нас практически 100 сел и городов. Даже с прошлыми годами. Это уже что-то. Вот только нынче у нас было. Получается 84. Я 85 считаю здесь. Вот оставляем все. Если у вас есть священники здесь. Желающие иметь книги в библиотеках. Так. Аниша. Сходи открой. Там и ту папку мою принеси. Которая воткнута. Которая все. Ну в моем кармане. Коричневая. Желкая. Коричневая. То у нас оставлены здесь. Мы же не успели только сегодня приехали. А у нас 20 экземпляров. 20 это в двух ящиках. Каждый экземпляр один тридцать один килограмм. Если у вас есть такие. Это не частные руки. Это только для храмов. А для храмов у меня сегодня уже папочка набирается. В которых храмах оставляли. Они рады раскладывать. Сразу разбирают. И похладывают. Богородица Алексейский монастырь. Педерательку принесете? Возьмут. Ну вы принесите. Я с этим не разговаривала. С Иллановым и Семеноватцем. А бросил. Давала я открытым оком. И кистиному православию он передал. А это им не взял. Нельзя. Нельзя. Он побоялся. У него что-то там давление. Вот так. Надо к отцу Кириллу. Вот пожалуйста. Томская областная библиотека. Посмотрите. Мы поехали. Нам вдогонку. В районе были. Уже напечатали. Уже про нас статью. Вот я остаюсь с книгами. Сейчас дам просчитать. Надо было пока сидели. Да. Часа в четыре сходить на монастырь. Вот рядом. То что? Вот. Пока сидели. Часа в четыре. Надо было с тобой дойти до монастыря. Чтоб ты поговорил. Вот такие оставляем. И если ваши собратья где-то по разным селам. Где библиотеки есть. Мы готовы оставим в банке. Печать. Расписать. И выполнить две вот эти строчки. Только две. Обязательства. Ну они в обязанности входят. Вот. Если не трудно. Вот это вот. Прочитайте в слух. Статью. Послушаем. Кого-то шрифт. Ну. Деньких подарок. Игнатий Тихонович Лапкин. Знаменитый современный православный миссионер. Основатель села общины Патеряевки. У нас на Алтайе на этой неделе подувал подули. Встреча с интересным человеком всегда в радость. Общение с ним помогает внутреннему развитию. Собеседник уже ушел. А ты еще долго размышляешь и вспоминаешь услышанное. Вот и встреча с этим человеком заставила задуматься о многом. Игнатий Тихонович Лапкин. Родился 10 июня 1939 года. Верил, что есть Бог, загробная участь, рай и ад с младенчества. Занимался исследованием Слова Божие почти 40 лет. Игнатий Тихонович дважды сидел в тюрьме за то, что в советское время проповедовал. И даже в тюрьме он продолжал свое дело. Многих привел ко Христу. И там каждый день, каждая минута дороги для него как последние в жизни. Встает в 4.30 утра, молится и заработает. И так каждый день. И сдал 38 книг. Кто был, или Тагул, не знаю. Игнатий Тихонович приехал по делу подарить свои книги библиотеке. Сумма довольно приличная, но только одно условие у автора. Не препятствуя чтению его книг пользователя библиотеки. Точно такие же книги получили городские и сельские библиотеки Края, Кемеровской и других областей. Оценить по достоинству произведения автора можно в библиотеке имени Щебаевского. Ольга Варапаева. Вот такой автор. Это нынче. Привезли нам. А вот, пожалуйста, благодарность Патриархии. Смотрите, какие бумаги еще есть. Денис звонит. Ты ведь насчитал 16 районов. А Кенровский район туда, говорит, зимой. Урал, говорит, только не каждый проходит. Нам сказали уже. А летом вообще, говорит. Ну мы теперь никуда не можем. Да он прав. Нет, а он, говорит, если сервисная книжка с собой, то и здесь можно будет. Это нам сказали, но все-таки сказали, лучше вернуться домой. Ребята, советуйте. И горы все. По сервисной книжке они могут. Но речь идет об обмене грузовика полностью. И вот мы где были. Вот посмотрите. Это только часть церквей, которые получили книги. Главное. 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 Это здесь, значит, 51 район и небольшие города Алтая прошли. И вот. Значит, куда вы, в какие села то забираетесь? А? Какие села, забираетесь? В какие села? Ну вот сейчас. Сейчас. Ну мы сегодня покажете, посмотрите. Все районы центра Томской области. Но заскучал у нас кардан, вот видите, пришел кружок. А вот первая библиотека страны теперь имеет имя Ленина. Сегодня мы были Юрга, это Кемеровской области. Вот это вот считается вторая по значимости библиотека страны, историческая библиотека Российской Федерации. Третья у нас здесь есть, сейчас я покажу. Вот посмотрите, Рязань, Республика Алтай, Красноярский рай. Вот, Москва, Парламентская библиотека, Госдума. Это если они на ее все-таки наткнутся, им есть что там будет посчитать. Самые большие библиотеки, какие я видел, видимо, я сегодня так подумал, это Тюменская. И очень большая здесь, здесь хорошая библиотека. Ну, посмотрите, Центральная библиотека, вот это Тобольска. Вот это огромная, это Омск, Тюмень. Ну, хорошего. Здесь одно свидетельство по большим городам. Теперь, когда это бывает, это мне нужно вызвать доверие, что книги не экстремистские. Указания домой, экстремистские, экстремистские, а книги не к счастью, 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 не к счастью. Все они находятся в библиотеках страны. Ну, и если бы благополучно было, вот, видишь? Здравствуйте. Батюшка, идем-ка сюда со мной. Съемка не прекращается. Давай. Вы можете без съемки что-нибудь делать? Или все только со съемкой? Да, пусть снимает. Пойдемте сюда, я вам сразу покажу, а то я уйду и бумагу дам. Мы по телефону тоже поговорили. Для его тюрьмы, вот, смотрите, у вас здесь вот, только мне надо ручку дать, чтобы я расписался, а вы там поставите в учреждение печать, и что вы выполнили? С вашей стороны к выполнению подлежит две строчки. Так, издатель сих книг, указать учреждение, область, и все, возьмите. То есть это все библиотеки, фактически, основные библиотеки страны у меня уже здесь получили одинаково. Так, я сейчас показывал. Вот Томская областная библиотека, посмотрите, какое, такое же самое, вот их печать. В городскую иммунию спели с машиной, с машиной нас не лады, мы разгрузились и уезжаем на реке завтра утром рано. Сказали сервис, можно здесь, но представьте, деталь только до 60 тысяч. Ну да. Нам вообще не по... Это даже говорить не надо. После вас зайдите, я покажу вам. Вы там ехали по всем крупным городам, где-то не поселили, да? Да, ну, водители-то разные, но есть на детей ничего. Постоянные, но есть пассажиры. Да, это тоже. Угу. 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 Просто ее указали. Угу. Так. Пошел, 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 номер первый. Я большой взял. Большую взял. И вот эта вот большая по размеру, вместе они составляют комплект, 38 кг. Вот они, отложены. И вот они, это 31 кг. Размер полки метр сорок. Если у вас в каких-то церквах там или в районах будет возможность, я оставлю бумагу, точно так же поставить печать. Ну, у нас есть, есть все. У вас, у кого-то нет, у знакомых, там, близких. У кого-то нет. И раздавало, чтобы... Ну, вы имеете в виду, я сказал. Да, я не знаю. Любая. Если комплект берут, то... Переберут, то так. А без комплекта вообще ничего-то нет. Хорошо. Я оставлю здесь, вот, 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 бумаги. Ну, через предыдущий, значит, да. Ну, вот, пока мы ничего больше не придумали. Ну, батюшка, мы убедились. Встреча, где была с тектантами зазлачивая. Какой на них страх находит. Все руководство категорически, никаких встреч везде запрещается, что даже ни одного слова не было. А одни к нам приезжали, мы их отдавили такими дарами. И к ним же приехали, даже на душу не пошли. Все-таки православий великий сын умеет. Даже осенники, а Алифтина там ее, сестра, даже не дала адрес посвятителя, телефона. Все-таки говорили. Тут уже все проверено. Когда я первый раз разослал, то ответ пришел вот такой вот. Финансирование нет, приобрести не можем. И тогда я принимаю решение. Ну, это все одинаково. На голодном пайке держат. Но когда говорят, что вот бесплатно, то нужно сказать, выявление очень большое вызывает. Они ухнута нам. В такую дуну заехали. Когда у вас какие-то там связи, ну, показываю, это впечатляет. Все-таки парламентская библиотеки страны, то есть по низу и по их, все. Но за Москву не заходили. У нас же мысль была такая на следующий год. Зимой тонн 8 туда 7-2 в центре России, а весной туда приехать. Весной начать работать, чтобы посередке было между Молдавией и Москвой, между Питером и Одессой. И оттуда начать как будто принести туда потеряльку. И так начать так же, как и города обходили. Мы до Байкала зашли начали. Вообще положение очень хорошее там, где знакомые есть священники. Даже вообразить нельзя. Собирает людей, люди ждут, жаждают просто. Сейчас другой проходит, кажется, главное положить. Сами все себе снимают, на видео я стою. Да, что-то размножают. Ну, мы работаем, мы не знаем, чем и как. Это все еще, боевающее, не считываю. Мы пока, говорят, на ноль, на ноль. Но мы видим, просто видим, результат радости. Даже то, что мы живы, то, что приехали. Идут и идут сектанты, и друг православный. Где вы были раньше, все один тоже вопрос задали. Ну, приходите ко мне на службу, я вам дам слово. Да я, Батюшка, знаю Вашу любовь, к слову. Это дело. Как я говорю, был у этого Кирилла Сахарова. Вот, я вам приготовил стихать. Я говорю, я не говорю, уже два года проходит. Ну, я же народ прибудил, я говорю, за обедом. Будете, я тогда скажу. Но в храме была такая обстановка, я ему записку послал. Батюшка, у вас необычная обстановка, и я готов выйти. А там был священник, я так хотел, чтобы сказали слово. Ну, Господь так все ослалит. А если настороженный бывает, и сегодня мы были священник саму, настороженный, видно там. Дальше все проще, легче. Лесо разглаживается и провожает, благословляет. Личное общение, оно и заочное. Сейчас я здесь оставлю. Мы внезапно изменяем маршрут. У нас поломка обнаружилась в машине. Это настолько для нас, во-первых, и неожиданно. Я, царомана привел. Батюшка, а если я вам дам пригласительных таких, примите? Скидки заключены, почитайте. Конечно, конечно. Посмотрите. К вашей библиотеке привлечь людей. А где самый маленький не вынесли? А второй не вынесли. Если я куда-то прошел, я думал, он решил. Паша. Здравствуйте. Здравствуйте. в рамках в сезоне в сангусте в том числе иначе лапкин я один батюшка Батюшка выходит с книгами. Большой и маленький ящик, это 38 книг. Ну что, Батюшка, благословая пригласительная православная книга. Потому что много будут знать, больше будут посвящать вас. Я скажу, что книги эти есть, которые очень сильно влияние на защищенных имеют. Прямо меняются решительно. Да развяжите его. Наши тупые зарядки. Нажимать эту издательность 16 тысяч рублей. Но все отправлено, если одна душа покается. Так, бумагу я вам сюда поставлю, чтобы круглую печать поставили. Щетко, ясно написать. Кто берет и расшифрованное в посте библиотекаря и счет. А представьте, что наши дедушки. Так, мы уже тут разговаривали. Вновь пришедшие. Может у вас какие-то вопросы есть? Я пока хотела бы просто послушать. Сядь поближе, будешь перевозчиком у меня. Перевозчиком, а я что? По-русски говорил. Я кое-что не слышу. По-русски говорил. А знаете, я когда в суд шел, то все время рядом сидит самый человек, который к судебным делам дела не имеет. Бывает там сурдоперевозчик, а мне просто нужно рядом, чтобы называться шепотная леща. А в Волгограде вы проезжали, нет? Нет, не проезжали, а это ниже. Если только Господь благословит, задумка, то пока задумка. А там в Волгограде, интересно, вот храм, я сейчас забыла. Мы так пришли. Интересно, им отдали этот храм, как лучший дом культуры. Почему-то там не на восток, получается, алтарь, а на запад. И там пошло разделение прихожан. Тут они стали ходить. Можно так? Синяя, чернила. По Чаевской лавре там один храм в одну сторону стоит, в другую. То есть это не важно, да, что делать? Не то, что не важно. Традиция на восток строить. Приблизительно туда-сюда тридцать градусов считают. А там просто, вообще, просто все. У меня подруга осталась там. Ну, так вообще, на межходе. Как уже и батюшка. Это не самое страшное нарушение. А куда-то посчитала, что вот это вот. Видите, когда ссылаешься на современного какого-то мыслителя, оно более звучит так. Но в глазах Божьих это может быть и не авторитетом. Православные не приучены за авторитет считать слово живого Бога. Вот это не просто беда, а смертельная беда. У нас нет осмысления того, что заложено в Слове Божьем. Мы просто привыкли, даже баптисты считающие. Говорит один, прочитав, другой исходил, слова выпустил. Так и идет. Вот. Вспомните, самое большое в мире искушение было не человека, а человека Бога, Бога-человека, Христа. И Сатана приступил с тремя вопросами. Достоевский их разбирает, братья Карамазов. Это все искушения мира соединены были в эти три вопроса. Это власть, авторитет, чудо. Теперь начинает чудо. И на каждое искушение Христос говорит, написано. Написано-то, написано. Но ведь живой-то ты, Бог, пришел. Зачем в Сласти написано это? Но он говорит, написано. Христос цитирует, а нам нужды никакой нету. Христос, скажем так, в диалоге с Сатаной цитирует трижды. Нападки Сатаны отпадают сразу трижды в Священное Писание. Почему? Меня это очень тронуло в первые годы, когда я обратился. Я стал искать ответ. И постепенно я пришел к неутешительному выводу, что мы не ощущаем так Слово Божие, как Сатана. Вот в чем дело. Мы играем Словом Божиим. Вот еду я в вагоне, в трамвай, и написано. Не хлебом, а одним жив человек. И огромное блюдо, и колбаса не рекламирует. Вообще-то подходит, не одним хлебом. Но они говорят, но всяким Словом исходящим из Узб Божьих. Они это обрезали, но и в самом деле колбаса неплохо, тем более хорошая колбаса. Но ты подумай, куда ты Слово Божие употребил? Как ты будешь отвечать за это? И вот у нас должно быть осознание, что что-то там происходит при произнесении этих слов. Я нигде не считал об этих размышлениях. Просто я на молитве стою и молюсь, а потом размышляю. Я самые главные мысли, стихи, я все получаю на молитве. Вот когда молюсь, и в это время у меня раз строка. Я от молитвы отвлекусь и строку напишу. Это начало будущего стихотворения. Скажут, Нина, нельзя так. Ну нельзя, но у меня именно так вот есть. Я кое-что правило, на чем считал из строка. Я заново начинаю считать эту молитву. Но эта мысль, когда я закончу и посмотрю, она от меня не ушла. И на ней я тогда строю полное стихотворение или проповедь. Она пришла во время молитвы. Если у тебя опыта вот-то нет, у тебя суждение такое. У меня однозначно. Это от Бога. И когда сегодня я считаю свои стихотворения, которые таким образом написаны, а все они по 9 кухлетам. Я с таким удивлением считаю, первый раз их вижу. Я как будто бы никогда не то что там не писал, а все-таки 9 кухлетов, 36 строк, 36 законченных фраз. Я будто первый раз вижу. Я считал такой, был священник такой, музыкант Вивальди. И он позволял себе такое, когда ему эти фуги приходили в голову, то он облокачивался здесь и он полтора лет писал. Папе доложили. Инквизиция. Но папа буду рассудил, а они все эти поэты и музыканты, они вот с такими вывихами. Поэтому простите его. И благодаря папе мы имеем сегодня прекрасное произведение Вивальди, духовного содержания. Я не Вивальди, я не поэт отнюдь. Но вот это именно так. Я сегодня рассказывал, как ко мне обращаются, что он помолился там Португалия, Англия, Америка, Германия, страны, разных стран звонят. Почему? А мы слышали, там слышали, что вам Бог отвечает. Как он отвечает? Ну вам конкретно, что у нас есть? Я вот молодая вышла замуж в Италии, Анна звать. Но я не знаю, выезжать мне или не выезжать. Сейчас, видимо, муж умер, и что дети неверующие все. И мне тут делать нечего. Вот. Что вы скажете? Вы могли бы помолиться? Вот думаю. Ну у меня правило такое, сразу правило. Вместе начинаем молиться. Одновременно. Это три святоя и сто поклонов. Все расписал. Будем молиться не меньше семи раз в день. Проходит два дня она. Ну и ответ какой? Ответа Анны нет пока. Через неделю опять. А ответ есть, а ответа нет. А почему? Я такой вопрос не задаю, это Бог. Проходит месяц, она снова. А Бог что здесь сказал? Бог молчит. Я только ответил молчит, встал на молитву и Бог ответил. Я сразу ей говорю, Анна, ответ получит. Какой? Ну, она думает сейчас ехать и не ехать. Это одно интересует. А я ответ-то не так получаю. У меня как бы выслеживаются фразы священного писания. Что это слово Божие, в этом никто не сомневается. Но что именно оно к этому месту, вот это я его упрашивал у Бога. Остановил мой разум на каком-то месте писания. И притом остановился на том, о чем я не размышлял. Я его сразу место-то, я его писываю и посылаю. Вот теперь, Анна, бери этот стих и иди к батюшке, у которого ты исповедуешься. И помолитесь, и теперь с ним начинай молиться. А я буду помогать. И какой тебе духовник даст совет, выполни его. Ты не слушай Бога. Как, батюшка, подойдет так? Нормально, по-православному. Но с той стороны у нее подвижки больше не было ни разу. Я не знаю, было ни было, но от меня она уже отошла. Я спокойно, потому что я просил ответ. И у меня ответ всегда божественный. Почему? Он не мой. Он из Святой Библии. И когда его получали, у меня внутри такое ликование, как будто бы какая-то вспышка, озарение. И я не могу не объяснить все это. Даже друзья, вообще-то такое радостное. У тебя еще случилось ответ получил. И этот ответ, когда люди начинают выполнять, он благотворный во всех отношениях. Это Бог так делает. Я не знаю, как было у святых. С ними разговаривал. Серафим в средня три ночи молился, и вдруг Бог заговорил. Как? В шуме тутовых деревьев, как у Давыда. Или гора прогрохотала, как у Серафиона, там этого, Марка Фращевского. Я не знаю. У меня просто мысль останавливается на Священном Писании. Я начинаю просить Господи, а не искушениями, не сам ли я это придумаю. Оставляю на размышлениях. После этого прошу еще кого-то. Начинаю молиться, бовать в посту. Ответ один. Непрерывно. Ответ Божий. Ну тогда надо размышлять. Мы не толкуем его. Мы ищем ответ в самой жизни. Вот сейчас это случилось. С машиной. От Бога или не от Бога. Как сказать? Вот первое я вижу, что если бы не сломалось, с вами мы бы не встретились. Вот первое. Вот этой встречи не было. То, что я вам сейчас даю, я бы этого не дал. Дальше мы не договорили, а я уже рванулся по вашим топям. Томским поехали. А вот Господь остановил. Груз мы разгрузили. Мы практически ничего не теряем. Можем дойти своим ходом. А дальше где-то кто-то что-то ждет. А где как? В этом путешествии у нас был я притом не один раз. Какой-то непредвиденный случай. Наткнулись там. Пропорола где-то. А после этого начинается встреча с людьми, которые связаны с ремонтом. И началось свидетельство. А я бы прошел мимо. Как в тюрьме. Я бы никогда не встретил этого следователя, если бы я не попался. Но вот этот следователь принял крещение с полным погружением. Начальник тюрьмы меня постоянно вызывал. И все спрашивал о личной жизни. Обо всем беседовали. Потом мы с ним перезванивались. Он пошел на пенсию. О, дорогой мой. У него другого не было. И после, когда он отошел уже, я же ему спрашиваю, как умер по-христиански. Что на него повлияло? Наши беседы. Я не знаю. Но беседы были прекрасные. А туда не проберешься. Потому что это тюрьма. А где? Где тюрьма это? Где тюрьма? Где? В Варнауле. А следователь это тот, который обыск делал? Да. Вот этот следователь? Да. Который обыск делал. Он стал христианином. Вот так. Ну каким христианином? Он мне сам говорит. Я принял крещение. Я показал, где полное погружение. Он поехал туда. Ну вот так. Я его больше не видел. Кто-ли уехал. Но он это успел мне сказать. Вот. Понимаешь? Это надо видеть. У тебя беседу с директором книжного издательства. Ну он слушает. А сам свое. Ну вот коснулось его крестить внука. Он пришел в храм. Они там быстренько спровояли чашку воды. Он говорит. Подождите. Я ведь слышал, что крещение должно быть полное погружение. Ну это знаете. Я знаю. Знаю. Говорит. Это надо ждать. Я подожду. Они наливают туда. Вода холодная. Это надо подогревать. Не подогревайте. Если нужно, подогрейте. Пожалуйста. И покрестили как положено. Это я все от вас взял. А когда я говорил, я даже не подозревал, что семя там уже дает роски. А он директор огромного издательства всех газет Алтайского правил. Вот и все. Мы не можем ждать сходов и урожая в один день. Как Богу угодно. Вот. Поэтому нам, конечно, печально, что там случилось. Но в то же время мы благодарны Богу. Мы остались живы. Ну ладно, я пойду домой уже. Пойдешь домой, да. А подождите, покажу одну детальчик. Она стоит 3,5 тысячи рублей. Пешком что ли? Кто не видел? В кармане. Вот посмотри. В горах подпрыгивал автомобиль, пробило все, и мы едва не погибли. Пришлось заплатить 3,5 тысячи. Полностью поменять. Тысяча машин. Но именно к нам оно подлетело. И именно в тот момент, когда он стал торчком, нашу машину подбросило, она ударила его. А там кидало и кидало. Вот и все. Посмотрите. Нам обошлось так сказать. Есть полная тысяча, но нам даровано жизнь. Мы два раза больше три смысла. В буквальном смысле. Сантиметр может быть. И Бог усмотрел, что мы приехали в Томск. А уж как Бог усмотрел, Даша не знает. Видела? Ну, видела. Не знаю. Показать. 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 Ну, и до выхода. Шофера посадили и поехали. Друзья, есть такой рассказ один. Как батюшка оказался в аду. Умерли. Батюшка оказался в аду. А шофер, который не трезвый был, оказался в раю. Знаешь, когда спрашивали, говорили, кто-то когда вез шофер пьяный, все молились в автобусе. А ты, когда службу вел, все спали. Это со спички, когда ездили куда-то. Ездили куда-то. Гриша рассказывает. Автобус. Помнили. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это Душкино? Показывай, иди сюда. Это у вас кухня, да? Да. Мы для Игоря просто заснимем потом тоже. Дадим на него посмотреть. Ну пусть посмотрит. А он не был, да, вроде здесь? Не был. На свет мне уже не видно. Всё, обещал, обещал здесь помочь. В ремонте так и не доехал. На этом закончилось всё. Всё, надо идти дальше. У нас тут ремонт. Володя, нашу комнату сделай. Покажи ему. Сюда проходи. Ладно. Посмотрели. Заходи, это детская. Ладно. Ну здесь у нас, видите, ремонт здесь стоит. За дверь сделай, там иконы у нас. Легай, давайте поскорее подсроединяйте всё. Мама, покажи ещё ремонт отсроединяйте. Оль, везде сейчас. Как у нас в лагере, иконка там висит. Только побольше, которая в лагере была. И вот это вот, покажи, что мы бы Игоря хотели, чтобы он помог нам здесь. И сюда уже. Тут дверь переделали, до конца не доделали. Переставили её немножко. Она была туда. Да. Где у нас ещё? Давайте все включайте, везде есть. Сюда можно включать. Ага. Здесь. Всё понял, слава богу. Это... Это что означает? А это означает? Бунт защитный. Вот. Вот. Это мой автомобиль, на котором я сидит. Мой автомобиль, в котором, в котором я сидит и приседает. То есть, у меня лично, это название. Поехали. Вот. Пока, другого не знаем. Игорь, зайди вон туда поставь и поставь, а то уходи с этим. У меня такое чувство, что через 5 минут уйдет. Да нет. И техника, и все тут, и мое, и банки. Это тут тоже поднавесик, поднавесик. А бочки-то вода? Вот тут поливать. Вот мотор включается. Показывай, какая-то хозяйка. У нас нашествие бабочек на малину. Мы равновато приехали. Я люблю малину. Яблони. Это вот посадила. Это вот нужно косить. Это все яблони. Палатку заставим. Сушничка принесли с соседней дачи. Штакетник. Удивительно. Вот. Оттуда пройдем. Взять топорик, нет? Есть. Вообще не вылетает. Нет. Нет. Видите. Я вчера поймала. Все их выловила. Они вечером спят. Поймала кого? Бабочек. Я их опять стук. Вот, смотрите. Ну-ка. Они сейчас летают, а я их вечером. Видите, покажи, как они ловят. Они по сколько, сколько. Я прямо смотрю. В общем, кто бы я знал, что бабочек так ходит. Я считал, что их не поймай. Вот. Они вечером спят. Я их прямо, вот посмотрите. На деле-то ничего не получается. Ну, вот они. Я вам говорю. А, говорит, вечером спят. Вечером я вчера в 10 часов. А, вот что. Ну, давай. Да. Так вот за этим тоже башь берут. Вот до конца. О, да сколько же здесь? 26 соток в месяц. Замечательно. Да. Легон большой. Так, Игорь, сейчас тебе телефон дай сказать, аппарат-то. Ничего не взял? Сфотографируй. Иди, сходи, сходи, брат. У него-то тоже нет. Это вот приехал от вас. Что это у тебя? Вот это первое фацелие. Вот до камешка, вот до зеленой высокой. Фацелия. Это вот такая трава, которая обогащает землю. Только для земли. У тебя нынче оно как бы поруется земля. Не нынче. Я делю. Я делю и каждый год, вот уже 4 года сошу. А правда? О, конечно. Вот видите, вот эта вот вся вот соломка, которая. Соломка. Это там, наверное, смородина, да? Вот тут малина и три ирги, калина, смородины, крыжовник. Ну, в общем, все, что хотите. Да, ну, мы приехали рановато. Рановато. Ну, нет, почему? Сейчас баночку возьму. Уже маленькая. Тут мы вчера уже попробовали. Редиска-то еще не выросла? Есть. Все на столе. А бутуны есть у тебя? Ну, слабый, слабенький. Слабенький. Уже в этот период. Надо бы уже зелень дать на дорогу, если хочешь? Конечно, хочу. Мы дорогой брали, уже убрали ее. Мы же едем вот полосу где-нибудь. Это полоса. Отходим, прячем машину. Сами прячем, там, когда сидень не надо было. И рядом с ума. Понимаете? Вот зелень, вот с укропчиков. Вот отсюда, Игорь. Хотя они могут повернуть сейчас, конечно. Вот каждый год развожу. Привезла из Барнаула. Вот вожу, вот вожу. Никак вишня не приживается. Вот привезла. А почему? Ну, вот, вот. Роза ветров идет. Ветер. Все, вот. Вот пропала дверь. Вот две маленькие. Думаю, отойдет. Вот, вот эти пропали. А вот эти вот дверь. Четыре штучки привезла. Они тебя огурчики, вот или тунки? Да, да, да. Это вот такая. А это, это редиски. Там на столе есть. Вам с собой вечером, вечером. Вот. Вот. Тут это я специально посадила. Календула. Ага. Вот еще до нее руки не пошли пробовать. Там помидоры, ахилочки присыпало, чтобы не так вот появилось. Да, да, да. Все. Вот надо. Вот капусту. Игнатий Тихонович, вот смотрите, вот тут хорошо видно фацелию. Это я прошлый год осенью посеяла. Вот это Миша что-то пахал, а я накидала. А вы как пашете? А вон стоит у него. Сейчас пойдем увидим. Вот так вот. Вот капусту, вот фацелия. Вот. Все. Пойдем с тобой. Пошли. Все, на этом конец. Я насмотрелся, убедал. Вот. Ничего в грядках нету. Нынче пересеивали, все соседи пересеивали. А это что такое лучше? Это лук, не батон, это шнитки. Что такое? Лук шнитки. Лук шнитки. Да я не говорю батон, это не батон. Он съедобный? Он съедобный, он еще полезнее, чем батон. Ну так ты возьми маленько. Да я возьму, дам вам повсюду. Давай. А вот потом будет. Сейчас. Надо такой, чтобы уже не цвел маленько. Ножик этот опустился. Вот этот молоденький. Опа. О, молодой сейчас. Володя сказал срезать вам цветок и поставить, а я не успела. Сейчас срежу. Там, ага, там и дети по досточкам. Оттуда пошла? Я с тобой пойду. Вот из Барнаула привезла в этом году. Вот эти уже три года, три вечера. Зимой-то не вымерзает? Тоже из Барнаула. Ну плохо, видите, подсаживает. Вот эти сохранила, это вот барнаульская ягода. Привезла вот в этом году посадила. Вот это да. Да. Ну это полностью цветник. Полностью многолетний. Вот смотрите-ка. Это на два хозяина дом? На два. А на что придется? Вам? Да нам не надо. Пойдем. Володя сказал сорвать поставим. Проходим. Сейчас надо первым делом пропустить высбу. По поведетам подключите. Пойдем. Здесь она каждая минута дорогая будет. А потом дальше мы уже... Вот с помощью кого? Игнатий Игнатич? А я знаю. Знаю. Это крот у этого. Ну... Там был у этого, у Глушкова. Вот это сейчас. Нанимаю. Божье дерево. Вот это что за дерево? Это Божье дерево. Вы пойдите как понюхает. Пахнет как. Какое-то японское. Ну пойдемте. Паржат. Ух ты. Вот, вот. Я даю. А куда его потребляют? Никуда. Вот. Красиво. Не знаю. Может быть запах. Вот это вот. Не знаю. Вот они отойдут. Они, видите, отходят. Она я вам дала. Она отойдет. Она вся будет. Это все уйдет. Вот так. У нас же весна еще только-только. Ну давай. Только-только начинается. Вот так вот не держи. Ногу расставишь. Убери. Это я вчера садила. Видите? Ну я везде в порядок. Сразу наводить начинаю. Нас надо наводить. А то мы тут. А то мы расслабляемся. Это мы потом Игорю тоже дадим. На память. Сфотографируйте. Чтобы это. На память. Он дом не видит. Он же здесь не был. Ааа. Он не был, не знает. Зайди сюда. Заходил туда? Да нет. В гараж не заходил? Да нет. Не хочешь? Посмотрим сейчас. Посмотрим сейчас. Ну заходите. Мне нравится порядок у вас. Вот Миша тут. Чище чем дома. У него все подписано. Все разложено. Все разложено. Все. Хороший гараж. Все. Все. Вот у него. Мы уже знаем. Вот ножовки где там эти. Все. Вот напильники. Наждачки. Все. Все у него. Вот он раскладывает тут. Где что. Все. Все четко. Все подписано. Хозяйская рука. Все. А то больше не траться. Все. Здесь понятно. Угу. Мы находимся. Возле Красноярска. В деревне Пугачева. У родителей Игоря Дагунова. Приехали. Найдемый Сергей Кутков с собакой. Брат Игорь наш. Катяков. Ураган. Т efficiently. Тише. Вот тихо. Вот наш брат. К smack накpel. Новый allora ковер Николай. Сейчас дождемся. Учехав releases Hanya. Нашего брата Игоря. Маму. Мне Игорь сказал вас, здравствуйте в интернете. А вон там, Игнатьевна, фотографируйте его. Мне Игорь сказал, всех вас сфотографировать. Давайте. Игорь сказал мне сфотографировать вас. Сергей, выходи. Сережа, давай с собакой. А ты будь сходь со своей камерой. Собаку-то выведи. Сережа, давай. Ой, и Игореха еще. Игорь, ну давай. Давайте. Так, я не вижу. Сережа. Игнатьевна, так, все далеко. О, закрыли объектив, объектив. Сейчас, я смотрю. Все, ну Игнатьевна, далековато. Я вот так. Ой, молодцы, ребята. Братья виднее. Все. Все. Ну, далеко тебя не вижу. Пойдем. 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 Вовремя, мы не вовремя. Вы не против? Нет. Вы не готовы. Вы никакой тягости не были вам? Нет. Нас интересует, в первую очередь, зарядка аппаратуры, электрическая. Ну, конечно. А где у нас ополоски все нужны? У нас вот как раз баня. Там душ, там все. И в доме есть, главное, и там. Там дом нет. Ну, не в доме, и вон душ. Он, видите, у нас там баня. Там. Если хотите, можете друг друга с душем прохладить. Сейчас местного времени сколько у нас было? Так, вот, так, так. Сколько я? Давай, давай. 15.50. 54. 4. 4. У них 4, у нас 3. У нас 3, да? Ну, эти вечер. Ну, значит, отсюда до Каннска сколько? А так же, как и до... Да, сейчас. 3 километра. Сейчас, Миша, скажи. Миша, до Каннска сколько километров? Мы рано выедем. Ой, сколько это? Да, километры. Километры? 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 Четыре километра. Ой, часов ехать. Двести двадцать. Двести двадцать. А сейчас Геннадий спас в Абакаре? В Абакаре. Нам надо будет в Абакаре выровнять это все. Машинку спрятать, а? Куда? Ну, или сюда, или куда. А что они, на чем ходят? Нет, ну, вот сейчас. Как где машина ходит? Ты вытащи пока свое. У нас все там, документы, ценности такие. Миша, там и документы, там все. У нас очень небольшая ценность. Большая, просто огромная. Мы не можем ее оставить. Ну, а не будут волноваться, не отдыхать, не сидеть? Ну как, я волноваться не буду, я не вылезу, просто сидеть в воду, в сабаку. Мы же ведь здесь делаем. Это либо в машине, на чем это, на мой взгляд? Значит так, надо обдумать. Пока вытащи с вами. До утра мы все это сделаем, утром рано мы моримся, выезжаем. В 4.40 сюда встаем. Вам это не в тягость будет? Нет, ну, посмотрите, где мы. Имей в виду, нам легче уехать, чтобы ты хоть дружбу не потерять с вами. Да вы че? Вы че гнать? Никогда же не думай, Валюша, что тут у тебя будут. Представляете? Не говорите. И Господь приведет. Вот так. И батюшку тоже был. Позвонила я сегодня с утра Николая с Татьяной. Николай работает, он по трое суток сейчас работает. Что-то хозяин какой-то и никуда не пойдешь. Он же худенький, маленький, больной. А Таня просит воин, как бы заедет. Он предпочитает в нем. Перед нами танцы принесли. Дальше мы едем до Вайкала, до Вайкала. Мы везде оставляем полный комплект книг в библиотеках. У нас задача. Если мы в село, тогда идем, как всегда, по домам. А в городе приходим, там не куда ходить. Здесь приняли нас отлично просто. И вчера мы были здесь. Ну то есть везде все хорошо. Значит нам нужно сейчас обеспечить сохранность техники. А сейчас уже решили вопрос. Вот загоним в ограду. Мы решили двухразное питание в дороге. Поэтому вечерком или мы сготовим, или так, можно считать. Да я уже приготовила, уже остыла. Ну постная пища-то. Постная, конечно. А хозяин-то? Ну тоже ждет. Вы против? Нет, конечно. Ладно, сейчас еще маленький. У нас, конечно, Миша у нас ремонт. Сейчас машину первая продъем и поставим ее. Вот сейчас откроет. Откроет, да? Он сейчас отгонит и эту машину. Он взять для рекупи будет. Нам сохранить надо. Мы не можем оставить так. Нет, нет. Слишком многое у нас здесь поставлено. Наши еще где-то маленькое что-то исчезли. Здесь мы уже парализованы. Это документов много и средства. Да ну, Лев Владимирович. Понятно, конечно. Так, ребята. Мы относительно мытья. Я с вами ничего не говорю. А здесь... Никто никуда не торопит, что мы все в городе сделали. И сразу нас сутят. А аппараты... Забор тут сейчас. Свети, Валя, у вас есть переходник с Левра на простой? У нас даже в этом, наверное, вот такой тройник большой, и он там и такой-такой есть. Тройник, да? Ну, тройник, так. Ну, что, давай... Михалай, приходим в машину. Надо открыть, запечатать. Заводат у них открыть. Показывай, что это я. Закрываем. Надо будет за вещами еще потом залезть. Этот. Дроздов он 75 лет. Кого это они показывают? Это кто такой вот это? Дроздову, 75 лет. Николай Николаевича, да. Сегодня исполнил 75. Ему 75. Ага. А что, думали больше? Российская академия. Ну сказали, сейчас. Ну ладно, можно выключить. Мама, иди сюда рядышком. Ага. Давай-ка ты от меня вот здесь сядешь. Мы небольшое составим интервью на память детям вашим. Ну давай, точно. Давай. Я уже выключила. Я выключила. Все, включите. А ты включил. Сейчас, здесь. Науки? Нет, все, все, включите. Вот я ребятам говорю, выключите. Никогда я не думал, что я у вас в гостях буду. Когда вы были потеряны, так сказать, в городе там. Было и было и было. И вдруг, вот, все одно к одному как слепилось. Купили машину, загрузились, поехали на благовестие. И теперь нам затруднения, конечно, представьте себе, нигде не помыть. Как будто бы мы только сегодня выезжать собираемся. Это Господь устроил. Я с отцом разговаривал насчет здоровья. Только на меня не обижаются, договорились. Ну, уже не обижаются. Оказывается, вы старше меня на один месяц и восемь дней. Да. Так что, можно считать годки. Так не можно считать, а годки, как есть годки. Я ему говорю, зачем же ты вот это вот держишь. Он говорит, это, говорит, еще как назвал болезнь, грыжа? Да, пупочная грыжа. Пупочная грыжа, говорит. Вот, я говорю, а сколько тебе рост? Он говорит, метр семьдесят два. И у меня метр семьдесят два. Мы подходим-то как. Вес сколько? Сто. Сто. У меня шестьдесят четыре. Видишь, какая-то. Ну, он не хватает. То есть, конечно, по бодрости, по всему, человек, это... У нас лепископ был, Антоний. Ну, прям вот таким вот он. И ко мне как-то пришел в гости на второй этаж, двухэтажный дом-то. Пух, пух, поднимается. Говорит, что как порож, пухишь-то? Да не могу еще-то. Я говорю, я тебя вылечу, иначе ты умрешь, не будешь жить. А как? Переходи ко мне жить. Епархию сделаем здесь. И будешь вставать со мной, я ему сегодня отцу говорю, я тебя вылечу. Я говорю, вставать будешь, со мной вместе молиться. Это мне не подходит. Так? А как не подходит? Я говорю, мясное долой. В рот не брать никаких там кальмаров. И выпивки нет. Да какая же, я каждый месяц должен напиться. Нет, это лично. Самое главное, что не скрывай. Нет, от епископ Антоний в 41 год умер. Да, да. Все. Наш там где-то. Ну, начинал какие-то таблетки там, снижающие там, ну, жир, чтобы пожирало где-то. Это не надо. Нужно скромно потеть несколько раз на работе. Активный образ жизни. Активность заключается в всем, в нужности. Вот мы едем, представляем, сколько-то сотрясений трясет, выматывает жара. Ничего. Зато я вижу радость людей, которые еще за нами придут там. А так, вот соберутся пенсионеры и начинают. Ну как, сколько получаешь, а чем болеешь? А у нас не на желание, а он говорит, чем болеешь? Я вообще не болею. Как? Да ты же на пенсии, на пенсии. Меня спрашивают, чем я, понятия не имею. Я ни одной таблетки не съел еще за жизнь. Даже не помню это. Зачем? Болезни, которые нога не дает крутиться, и другое. Это не болезнь, это естественное старение организма. Как машина, которая на износ уже долго работала, она другое имеет. Больше поклонов. Вот мы дорогой едем, останавливаемся около машины, расстилаем палатки и молимся, а машины мимо нас идут, где нас это не касается. Сто поклонов, проехали сколько, опять вышли, палатки расстелили, помолились Пресвятое и поклоны. Значит, жизнь совершенно другая идет. С другим настроем. Мы благодарим Бога, в конце подняв руки, за всех, кто молится за нас на небе и на земле. За всех, кто молится во благо нам. И чтобы Господь услышал наши молитвы о всех заповедывших нам молиться о них. У человека нужность появляется. Вот бабки бывают, и на проходе по деревне, она лежит днем. Бабушка, а что ты лежишь? Да не могу я, а что? Да что, дети уехали, я одна, никому не нужна. Баба, это не так. Ты нужна и ты даже не знаешь. Ты ночью встаешь иногда, ну по нужде. Ну вот и хорошо, нужна заставила встать. А ты молишься за президента Путина? А что за него молиться? А он нуждается в этом, чтобы мудры законы издавать. За медведевы молишься? Нет. За патриарха? Нет. Молишься, чтобы в войне не было мирное время, чтобы Китай нас тут не разодрал? Это все за милицию и полицию, чтобы она не угнетала народ свой. За пожарников, которые жизнью рискуют, рады милосгриши. Ты понимаешь, сколько у тебя обязанностей, а ты все их бросила и легла и лежишь. Как же ты перед Богом-то отвечать будешь? Наверное, родных никого нет. Да есть, вот сын он бросил, уже 10 лет не был. Да ты молись за него, за внуков. Молитва потрясает небеса, склоняет их на милость. Вот мы что, молимся едем? У нас прям мгновенно помолились, и у нас все это получается. А сколько людей нас благословляло. Заехали в храм, батюшка кистью каждого, мокрой водой, благословил, сели, все молятся. И поэтому мы едем, настолько это успешно, вот встанем, вот здесь мы ночевали сегодня, мы все зарываем, после нас никакой бумажки не остается, следа. Ну, комары это, мы же не в раю, мы на земле. Конечно, мы на земле вот. Машка какая. И вот я и предлагаю, в салонез, конечно. Я вылечу тебя. Жалко комаров-то. Они тебя мало ели. А вы заметите, Никита такой был. Он от народа грабил. И вот однажды жена дома варит там на кухне-то. Ну и Мария варит, и поварешка там проворачивает, смотрит, кисть руки всплыла. Смотрит маленько, котел-то большой смотрит, голова человеческая. Она закричала, Никита, иди, смотри, что. Суп-то варит там. А суп-то положил нормально, как всегда, там рыбу, мясо. Он подходит, там кисть, руки всплыла, локтевой состав. Ему сразу Бог на сердце положил. Это от того, что я людей ограблял. Я грабитель, я убил их. И теперь питаюсь. Ближним это не отдал. И он сразу все оставил и ушел. И главное, ушел на болото. Разделся до нога, где море этих комаров было. Тогда же вообще не уничтожали-то. Его едва узнали по голосу. И жизнь вся переменилась. Я не говорю, что на болото идти. Ну, что-то надо делать. Себя начинать томить. Не так, что лег, и лежа лежит, ищакает, телевизор смотрит. Я видел одного тут, в Красноярске. Смотрит на боку, лежит. А Николай-то этот, Дрозов-то, он не на боку лежит. Нет. Он везде успевает. И в тайге, и где-то... Ты же только приехал один день, а уже судишь о человеке. О, ой, я и говорю. Зачем ты это самое судишь? Понимаешь, я сказал, что не обижайся. Я не предупредил. Ну, я и предупреждаю тебя, что ты это самое... Мелишь языком. Нет, нет, нет. Не знаешь, что я это... По делу, по делу. Тяпкой весь огород делал. Молодец. А вот Николай-то откуда приехал? Зачем лежать, лежать? Лежать не надо днем. Ну и все, зачем ты мне говоришь? А я болею. А вылечиться надо? А я лечусь. А как лечишься-то? Успеха-то нет никакого. А мне зачем? А мне Игорь поручил, говорит, позанимайся с моим отцом. Он, говорит, не может двигаться уже. Ты помоги мне. Я ж по делу говорю. По делу. А вот Николай-то этот приехал, Дрозов-то, смотри, какие странные обижения. Какой он сухопарый-то. Он на коне и поет, и едет, и зарубежно у него там все. Никогда обижаться нельзя. Это не христианское качество. Не христианское. Никак. А какой выход? А выход, сказать, даже чуть-чуть, маленько засыпало, а я завтра уже этого не буду. Вот у нас приезжает Глушков. Ну ты видел, какой он? Конечно. Игорь, кончай-то, ты рано умрешь. Когда днем не придешь, спишь днем. Какой же мы ешь право спать днем? Меня жена за 50 лет ни разу не видала лежащим. Ты болеет, ты нужен. У тебя дети подрастают, дочери. За каждой дочери догляд нужен. А ты лежишь, спишь. Такую мамону-то раздел. Разве можно? Болеет. А все таблетки глотает горстями. В город заезжает сразу, в первый же киоск блишея набрать. Не бери. Дня два-три в рот ничего. Ты увидишь, как поползет это с тебя. Это болезнь. Я говорю, если бы была эта болезнь, такую, ну, обычно, когда лечат людей, то сначала на мышах, на крысах, на животах. И когда узнает, как реагирует организм, тогда на человека. Так если бы узнали, что от болезни человек делается жирным, толстым, без корма, колхоз, коронных свиней бы быстро развели. Нет, в рот не положишь, шабаш. И всего нет. В обратном порядке рассуждая, мы должны сказать, я сюда не положу, ничего нет. Вы не поверите, я за два месяца на 11 килограмм в армии поправился. А почему? Потому что я вот такой был. Меня направили прорабом работать. Я работал около Иркутска-Пришкина, заключенными. Каждый день 250 человек, шесть объектов. А я, ну, сопляк. Еще и в армии-то не было-то. И ни одного выходного, и каждый день две смены. Так меня военком, когда призвали в армию, я готов был обнять его. Я в первый же месяц, там полтора прошло, сколько, два не пола. Я на 11 килограмм поправился. Потому что это дрожание, ягненка перед волком ушло. А они какие люди? Он топор на шею вешает. А так живем бесстрашно. Я расскажу, от чего лишний вес. Ты тоже хороша. Да, конечно. Значит, первое. Самое прозаическое обжорство, лишние калории. Лишние. Все эти кальмары, все эти жарения исключить. Второе. Самая настоящая лень. Лишние не переработать. А Покровский, министр здравоохранения, говорил, человек должен трижды в день не шутейно пропотеть или бежать, или работать. Не просто тяпочкой там потяпать. Ты должен пропотеть, усилить. Ну, норму дай. Сколько в колхозе надо было вырабатывать? Третье качество. Это многоспанье. Что дает жир лишний? Во сколько встаешь, во сколько ложишься, во сколько днем. И четвертое качество. А с чего человек пал, не друг за другом встает. Это беспечность. Тебе раз, если никакой нету, народ погибает, не взволнуешься, ночью не встанешь на молитву, не заплачешь. Вот какое дело. Это у меня в материалах как раз и есть. Так, а ты меня судишь. Лучше быть сегодня судимым, говорит, человеческим судом, нежели судимым быть Божьим. А люди предстают предвести суд Божий, а пришел раньше времени, тебе срок такой не был назначен. А почему? Ну, причины разные. Это невозвержение, как правило. Люди, которые не знают нормы, ни в чем, они короткодневно на земле. Вот человек приехал на дачу, ну, у него пять соток. Я лопатой пять соток вскопаю. Я вскопаю. А дальше что? А дальше баня уже на даче. А дальше что? После баньки стопоря. И к утру готово дело скопыльнулся. Атмосферство одна нагрузка, вторая, третья. О, вот это правильная жизнь. А что правильно-то? Ну, что, должен это молиться? Нет, неправильно. Вы указали так. Вот так сверху вниз, а потом направо, а потом на небо. А потом поклониться так, чтобы рука могла пол достать. Мы ровесники. А вот я тебе скажу, допустим, у меня каждый день полторы тысячи поклонов. Ночь. Понимаешь, как тело, когда моришь, да еще ночью встанешь на молитву. Каждую ночь не пропустить. И ты почувствуешь, эта жизнь, вот это прах. Я в глаза не вижу эту жизнь. Вот и все. А смотри, слово-то задевает. А как же. Это еще бы как. А то, вот и сын Игорь. Я скажу, Игорь, я выполнил программу. Ах, Владимир. Владеть миром это непросто. Нам Бог дал радость бытия. Родители нас не убили в утробе с тобой. И поэтому у нас определенная цель достичь царства небесного. Это называется небесная пристань. Туда мы плывем. С тобой, Игорь, ты ведь много говорил. Он тебя здорово песочит. Игорь строгий человек. Он не будет зря трогать. Вот. Я его тоже говорю, еще же это так-то. Да это я из ночной силы. Это Марина. А вы, говорит, все такие худые у Лапкина. Ну, это правильно. Мы худые. Ну, ты посмотри, сколько батюшка работает. Он сам косит. А косой помахай-ка где-то. У него овечья, как оласта овечья. Каждый задай. На вас вывези. Это батюшка. Священник. Он с тарелкой по храму не ходит. И во всяком деле везде участвует. Но он был у нас тоже. А когда? А я не помню. В каком году? Ну, мы шесть лет здесь. Ну. Вот он, наверное, в тот год и был, когда мама умерла. Он приезжал к этим. К Татьяне с Николаем. А батюшка? Да. Его посылал архиерея. Он не сам приезжал. Ну, нет. Он приезжал сам. Да, и епископ. Ну, чисто физически. И епископ посылал. Они сказали, тут чуть ли не община. Никого нет. Татьяна там была община. Ну, у них этот отец Александр был. Сейчас они опять нашли. И у них был. Он опять обберет. Опять обобрал. Вот уж все и уехал. Они ему сказали, чтобы на него дом не сделали. А вобрал документы на дом и украл, уехал. Что они сказали, что дом они бы теперь на священников делать не будут, а только на прихожан. Они вот собираются там на пятерых делать. Ну, кто ходит на всех делать. Понимаете? А знаешь почему? И он и ехал. Они говорят, оба они такие глупые. Дело не в глупости. Дело в непослушании. Он бы пришел, вот человек, который жизнь прожил. У него все разумное по жизни. Это по жизни. Он бы дал совет. Стоит ли связываться с этим попом, который жульничает. У него ответ это ни одного ненадежка. А он монах, его выгнали у нас с монастыря. А он к ним, Елисей. А он опять. А они взяли. Сейчас опять, говорит, ищут не своего, а теперь будет свой у них. Мне знаешь, что тут не понравилось? Будто бы, мне как передали, к ним приехал какой-то эромонах. Вот он и есть. И будто бы, а он узнал, что книги мои там у них. И они собираются ехать в Барнолу, ко мне заехать, и он запретил. Запретил? Это я правда говорю? Правильно. Я вам говорила. Я сказал, если вы меня щураетесь, а моим хлебом все время питаетесь, ну, сами рассудите. Ну, вот они сказали, он им сказал, если вы пойдете к нему, то я вас причащать не буду. Причащие мне папы везли. Ну, как мы без причащихся? А он сам кому принадлежит? Кому он принадлежит, который причащать не будет? Не патриархия? Нет, патриархия наша здесь. Он патриархийный? Да. Так зачем к нему идти и идти в другой храм? Храм-то не один. А я ему это и говорю. Зачем вы его берете-то, нам нужно полгода раз хотели купить сестру. Причащие им играют, пошантажируют. Настоящий храм. Я тебя врань не пущу. Смысл-то вот какой. А он там и жил, у них же в доме и жил. А сейчас уехал. Тут уже ничего не скажешь. Дом их, они имеют полное право пускать. Они живут, ладно, у них квартира, они полностью ему отдали все дом. Только сами одновременно занимаются. Ну, это их право, они пускают. Может быть, им нравится бомжевать. Да там у них и лучше, интереснее, чем здесь. Они у меня в лагере жили. Ну. Николай, Татьяна это. Ну и все, вот они прошлый год заехали. Я скажу, с ними можно иметь дело, можно. Она больная, это правда, развалюха. А он может уже вполне работать. Ну да, и не видит, и не слышит, и давление в них. А вы эти книги, которые стоят, приходилось читать? Читал, конечно. Вот для слова Божия нет, это узкая биографичность такая. Я все читал их. А вот эти вот один, два, три, которые там, это трехтомник, это посланы в подарок Путину, Медведеву, патриарку Кириллу. И 125 священников получили в дар. А хоть от одного что-то было, что вы получили? Ну, разное. Есть такие, как один вышел, вышел, и... Братья и сестры, у нас в храме сегодня как, тепло? Тепло! Так это мне Игнатий трехтомник подарил, я сжег его, поэтому так. Похваляется. Ничего себе! Придет время, будет еще жарче. Вот. Если мы, вот поехала, тут у нас была сестра из Эсканска. Я ей дал, вашему епископу, подари. Есть, которые благодарят, а есть, которые даже письма написали. Ну, а другой он вообще еще не понимает. У нас есть такой известный отец Виктор Теплицкий. Он сегодня крестил. Я ему дала к этому... К истинному православию. Да, ага. К кому это? А у нас... Сейчас он протоиерей. Как помиление? Николайский. Теплицкий. Не знаю. А вот она знает, здесь был священник Олимпии. Анна знает. Ну, это... Ну, я его знаю. Он в этом... Это зять нашего Войтовища. Да? Да. И это Татьяна, его матушка за ним. Она закончила, кажется, педиатрию, педагоги... Он подхрамывал в Олимпии. Она хорошая такая. Он храмал. Его сейчас почему-то нету. Я не знаю. Он простой, простой. Но он никакого участия у нас не принимал. Потому что отец там все командовал. Он полный. Ну, теперь я его не узнал бы. Нет. Потом был студент, семинарист. Он был в Олимпии здесь. Олимпии. Нет, его год всего, как в этом храме нет. Храм... Это... Аркангела Михаила. Володя в этом храме купель стрелял, делал, устанавливал. А ты не встречала такой Юрий Портовский? Фамилия нет. Он учился... Ему Геннадий Фас преподавал. Он мог быть священником. Но посмотрел, как священники, которые семинаристы курят, пьют, там, что делают. Я сказал... Как еще фамилия скажите? Портовский. Юрий. Я фамилии не знаю, а Юрия знаю. Он был от Юрии. И он, значит, что? Он ушел, будто бы... Мне передала Анна. Ушел к язычникам. Ну, вот его нету в храме. Ну, до этого была такая прелюдия. Я сказал, добром это не кончится. У него было. Я не сказал. Я не знал, с чем кончится. Когда она сообщила, что ушел в язычество, я говорю, результат, естественно, проистекает из того, что было впереди. Крайняя обидчивость. Игнатий Тихонович, как язычник? Обидчивость человеку, ну, отнимая здравый смысл. Ну, понятно, обижаться нельзя. Он разобиделся на кого-то. Ну, и в отместку ему, а я пойду к язычникам. Это наша природная, родноверская, русская. Так что за тебя вела? Ну, язычники, это баптисты язычники, нет? Да нет. Язычники, русичи были до обращения к князю Владимира. Перуну поклонялись. Дашь бог там разные вот эти. Идолам. И христианину с высшим образованием, и закончил библейские курсы, и баптистом, я понимаю, пошел человек, отверг там разные иконы. Это объяснимо, понятно. Но пойти в язычество... Ну, вот, наверное, он даже по телевизору выступал, и он был, и он детей учил в воскресной школе, а потом раз... Да, и наркоманами занимался. И наркоманами, это один из них храм, я его хорошо знаю. Это насчет он. Он маленько подхрамывает. У него что-то измерение. Может быть, он работал раньше летчиком. Вот, у меня прям лицо его, и он по телевизору учатся. Он, знаете, он был при Антоне, который у нас уехал, ну, не последние годы, а вот тогда, когда я начала, это где-то 95-е годы, он был по... И сам по себе он хороший человек, я хочу добавить. Да. Хороший. По соглашению с другими этими. Он хороший человек, но вот обещал. Он был до того, чтобы все порубил. У меня знакомая одна. Он вот занялся. Ее даже нельзя высказать, какая она хорошая. Она берет несколько сирот и полностью одевает, кормит и воспитывает сирот не дома, а там, ну, в сиротском доме-то. И вот к ней идет контейнер, она предпринимается, товарами торгует. И контейнер обокрали. В Барнауле есть какая-то. Да, да. Она стариков только. Валентина Артеменко. Это старик, про стариков говорили, женщина стариков на Алтае берет. Очень хорошая, я не знаю, а то ли говорим. И вот она мне одна же говорит. Ее обокрали. Милиции никакого нет. Второй раз обокрали. Я говорю, чем больше добра делаем. А родители были репрессированы. Я не буду больше верить в Христа. Я мусульманство приму. Я все иконы выбросила. Я говорю, Валя, ты что делаешь? Ты в умели. Блин, Господь испытания показывает. Она добрая. Ее меценат столетия назвали. Ну, добрая, добрая. Я даже зашел, что-то мне надо было по лагерю. Первый раз она меня видит. Она вообще меня не знает. Она дошла к сейфу, открыла, 3000 мне дала и все. А потом приезжала в Потеряевку, там покупала, что на лагерь масло. Там я сказал, надо 90 килограмм. Но она тоже его привезла. Ну, мы каждый день молимся за нее. И вот эта обидчивость, огорчение, сказать, непереносимое, оно кидает на такой борт, кладет корабль. Да это вот тут вот, откладывается на себе. Надо перевозмущить это. Бог это допускает. Есть такое выражение у святых, что если человек делает добро, а испытаний никаких нет, Бог не принимает такое добро. Оно должно быть с искушением. Что-то не так. Там не приняли, там выгнали. Там покусали. А я благодарю Бога. Бог смотрит, ты просто по привычке делаешь, или у тебя настойчивое стремление вперед. Богу нужны бойцы. Ну, вот я приехал в Барново, меня за кого-то приняли, за какого-то. За Войтовича. За кого? За Войтовича. Только там магазин у нас рядом зашли. Ну, они все... Вон последний, который умер. Войтович, Медонид. Горбинка нос, такая же у него бородка. Очень даже похоже. Есть, есть. Очень сильной. Вот сейчас вы приехали. Да. Вы кажут, похоже. Я говорю, как умер. Похоже. Похоже. Вол, говорит. Он умер? Ну, умер. Вот он недавно. Не да. Да, ну, уже два года будет. Похож, действительно. А тот на К фамилия? Нет. Кого? Юрий Танал? Портовский? Нет, нет. Я не веду... Еще-то был, который тоже притеснял вас. На К фамилия. А так, подожди, Костриков? Нет. Не персиана? Кочетков? Да нет, у него табличка даже вот на пересечении, как Трамая поворачивает к вокзалу, на этом доме табличка. Остановка тут? Капранов. 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 Капранов он отсюда. Он не преследовал. Не преследовал. Ну, а статьи, которые против меня писали, мне говорили, это он написал. Ну, вот я знаю, что... Он открыто не выступал. Не выступал. Он из-под тяжка. Ну, и, естественно, я ему той же монеты платил. Когда люди спрашивали, как, я говорю, он не знает духовного рождения. Я послал к нему людей, я говорю, поговорите, как он к Богу обратился. Он лет, наверное, шесть или семь отбывал за Скворцова. Они готовили свержение власти. Учили, как на танках, стрелять, уничтожать коммунистов. То есть, боевая организация была. Но он только материалы разносил, он и оружие в руки не брал. Ну, ему накрутили по полной катушке. И там он стал задумываться. Один студент что-то там ему сказал. То есть, никакого обращения не было. Просто спасал себя. И он внезапно умер. Спасал себя. А? Спасал себя. Я не могу сказать даже это. Он обрел, он знает. Он близко знаком был со Страфием Виктором, писателем. А, страшно. И он к нему приезжал. А тот матершинник был такой. Это ужасный просто. Я ему, говорит, сделал замечание. Ничего, что я, Виктор Петрович, в моем доме с мященником. А тот же настоящий был писатель. Талантливый. Без Бога все твои таланты, они будут вращаться где-то в другой сфере совсем. Отец Михаил Капранов, когда мы, наши люди посещали его занятия, ну, он своих спрашивает, скажите. Ну, кто-то скажет, нет. Ну, а там наши поднимут руку и ответят на вопрос. Он, о, вот она, Игнатьевская школа-то. Видите, как отвечают люди, а вы не можете. То есть он как бы возвышал, поддерживал. Это было. И сын у него молодой, Дмитрий. Он перед этим умер. Внезапно умер? Да, внезапно. Тоже. Ему, не знаю, 38-то было, не было. Они меня, как угодно эти, другие, конечно. Вот когда он был здесь, Бурдин, благощинный-то. И, видимо, Скачков был. А у Бурдина жена Анна была, Анна Николаевна. И вот я уже сижу там в лагере, а они судят Игнатья, у него икон нету, там, не признают. А она, матушка, была такая, смелая, даже дерзкая. И она тогда, я не знаю, епископ был или нет, она там встала, и ему говорит, как вам не стыдно, врете вы. Человек на каторге, полуживой там, услышал, что я где-то в туберкулезном. И вы сидите и врете. Да ты же у него проходил переплетное дело, у него ни одного места нет, вся стена в иконах. А другая кровать это вверх у меня есть. И говоришь, икон не было. И все замолкли, опустили голову. То есть он у меня в дому был этот человек, учился у меня, и при всех заявляет, что у меня нет икон. Ну, допустим, даже нет. А ты о чем разве говорит, о том, что я враг тебе или православию? Ну, у меня икон было, допустим, 150. Да сколько же я должен был иметь-то? Ну, дом повыше. Все в иконах было. И матушка, конечно, могла по-другому сказать, но она так прямо их усекла. Молодец. И они, говорит, сразу перестали, сто дети. А персианок-то, священник-то. Я бабушке одной дал пленки, как репрессированные люди говорят о себе. А он забрал эти пленки, послушать, и пошел у полномочия, ну отдал. А тот отдал КГБ. А местное переслало в наше, и мне на шею повесили. А когда дело-то закрывать, я вижу персиана. А он химией занимался, персианов еще. Он химий. Ну, он очень знакомый. У него лаборатория дома была. Он был в Красноярске. Я бы с удовольствием и хотел подарить ему книгу. У меня запасная есть. Как говорится, отомстить ему. Враг голоден, накорми его. Трехтомник подарил вот. Надо к нам открыть. Ну вот, сюда, присядь я. Ладно. Ребята там наверху пропылесосили, хотят быть, а я в машине останусь. Там, правда, насекомых много, но перетерпим. Чего много? Машкары. Мы сейчас остались, глаза не сходят. Это вы были в тайге, а у нас нету. А у нас еще диван свободный на веранде. Нет, ладно. Мне это то, что надо. Не набирайте на окне. Я беспокоить буду ночью вставать, и поэтому не хочу просто. Ну. А там я один. Ну, мать, приехали-то мы к вам не зря. Повидаться, побеседовать. Да, конечно. Игорь наказывал с батей побеседовать. Еще с Михаилом бы немножко, я уже маленько побеседовал. Потому что это может встреча быть последней, да почти наверняка, вряд ли еще встретимся. Мы уезжаем отсюда уже прямой наводкой пойдем, заезжать никуда не будем. Как Бог знает, как будет. Ну, вы, наверное, Красноярск не минуете. А? Красноярск вы не минуете. Ну, через него проезжать будем. Нам уже не надо, вы все сделали. Тогда вы, если будете ехать, вы сейчас можете, тут объездная дорога есть. Какая? Николаю надо рассказать. Он не знает дороги. Да, вот надо, вот вы тут проезжали. Но это дорога длинная, к которой мы едем. Она очень длинная. Вот прямо через город вам не ехать. Вот объездная дорога, и вы прямо прямиком и... В этот... Объездная дорога? В Саруово на Канск. Да, Красноярско, объездная дорога. И она на Новосибирск идет? Нет, туда, на Канск. А, на Канск? Не через город. А, ну и назад поедете. К Кыркутску, которая. К Кыркутску, да, которая. А назад-то вы, и ты, и, 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 и. Я хочу заехать в Плишкино, где я был прорабом с заключенными. Ну, конечно. И на зону подали. Конечно, конечно. Представь, это моя юность. Оттуда я признан в армию был. Так вы вообще пацаном были? А? Пацаном были вообще? Ну конечно, 20-й год шел, опыта-то никакого не было еще. Учился в школу, техникум. А теперь направили работать. Я так же. Органы МВД. И оттуда меня в этом... Это вас еще с Барнаула отправили? В Барнауле в строительный техникум, в колледж теперь. Вот и направили сюда. У нас было три курса, и только четыре прорабы. Об остальных мастерами, бригадирами. Я в том числе в четверку попал. Ну а почему направили МВД? Отец, инвалид войны, пролетарского происхождения. Тогда все это копали. Да, копали, копали. Три дяди у меня все на фронте погибли. А никто не знал, что у меня внутри. А внутри у меня был террорист. Я до того ненавидел эту власть, вот это проклятое, что они делали со страной моей. Я это знал. Расплачивали. Я думаю, я им отомщу. А Господь показал, тебе буду мстить, а не ты. Если бы я не встретился с Господом, ну я бы был где-нибудь среди ваххабитов или где-то. Чтоб только отомстить коммунистам. У меня игры-то настоящей не было. Я все время ружья у меня стрелял, ножи, лазить, прыгать. Я тренировался до изнеможения. А Господь остановил, как Саула. И показал. Вот теперь на тебе все это будет. Да я ничего не сделал. Я только тренировался. Помню в армии, когда первый раз пошли на стрельбище. Ну, стреляют-то как они-то. А это же не снайперская винтовка. А у меня 99 из 100. Я старый это сексой стрельбы занимался и боксом техниками. Если бы Бог не призвал, я бы давно жизнь закончил. Это невозможно. Шел добровольцем в Алжир воевать. Скажи, надо это было мне? Охо, дурак. Сто процентное. Они до сих пор воюют. Пошел добровольцем воевать в Алжир. Фух. Ой, Игорь Игорь Игоревич, дай Бог вам здоровья всем и братьям, всем. Мы как с Игорем встретились. Игорь только когда как сказал, и едут, я говорю, обязательно пусть заезжают. Ты что, говорю, как мимо проехать-то? Даже разговоры не, чтобы заехали. Я говорю, ну спать, на втором этаже, надеемся, будет тепло. Вчера мы еще созвонились, или сегодня даже. Все, дали адрес. Игорь перезвонил еще раз. Благословен Господь. Мы как обновились здесь. Ну, ехали-то пропитались совсем. Да, конечно. У кострада на комарах. Ой, там, пойдем, извините. Это мы, если завтра доедем до Абакана, там дальше мы на Милосинск, и сразу сюда выходим. И солнце отпусти, Игорь. Ладно. Там, что, до Милосинска. Вы когда будете в Барнауле-то? Да, где-то в июле. В июле. В июле мы будем там, приезжаем 7 июля. Я там не буду. И так, наверное, через дня два мы выезжаем, и уже до августа. В другой конец туда, к Свердловску. Как Бог благословит. Ладно, по карте этой мы посмотрели. Николай дорогу-то не знает обездной. Он говорит, я не знаю. Вот карта очень хорошая. Сфотографируй ее, посмотри. Вот, посмотри. Вот это у нас идет. Сейчас я покажу. Так, это идет Кемерово. Кемерово. Вот. Дальше идет вниз. Так, еще где тут дорога? Подождите. Тут, Красноярский. Красноярский край. А где вы дальше Красноярский-то показывали край? Ну-ка. Оттуда вниз идет дорога. Это Алтайский край. Вот, значит, как у нас дорога. Вот мы сейчас находимся в Красноярске. Вот мы идем завтра в Абакан. И рядом в Минусинск. У этой дороги возвращаемся, говорит, плохая дорога. Мы снова ей возвращаемся. И дальше идем вот на Иркутск. Ну, а дальше тут они не русские. Тут вообще делать там ничего. И прямо уходим в Байкал. А вот это Красноярское водохранилище. Вдоль него мы будем ехать и кое-где видеть даже. Да, видно его все время. Разговаривали с отцом. Тут как авария-то на станции была. 75 человек? Да, 75 человек. Как вода могла подняться? Я не говорю, не могу поднять. Они, помещения же, рабочие были выше на много уровня воды. И вода, когда сорвала, все, она вся туда ударила, кверху-то. И там все перекоростило, вынесло, а потом спало. Люди сидели в кабинетах, работали, и вдруг рев, вода пошла. А почему? Оборудование шаталось, не смотрели, наконец сорвало все. Ну, сорвало всего, это самое, в пределах нормы, в пределах нормы. Да какие пределы, когда затягивать надо? Надо было подтягивать все время, смотреть это. Ну, как в Чернобыле-то, в пределах нормы. Уже кипит, уже невозможно остановить. Да, вот и естественно. Орвануло на Европу. И тут так же, как вырвало все это, и там перекалер, металл. Ну, был кто-то там спортсмен, кто-то. А что он сделает-то? Он в водовороте исчез сразу. Ну, там вообще пихнуть не успели. Конечно, и не выпрыгнуть никуда. Никуда, ничего нет. Она все сметала на своем пути. Да, все на своем пути. Ладно, готовьтесь, ребята. Я схожу, можно смехать.